И сильно хочу начать прямую трансляцию этого мероприятия. Итак, я надеюсь, что мы в эфире. И поэтому мы приветствуем вас, дорогие зрители. Вы смотрите канал Филоседо и, как обычно, по субботам в 9 вечера мы стартуем очередной совместный стрим с несколькими художниками, которые в режиме реального времени транслируют своё творчество на ваши экраны, мониторы, телефоны и всё, что у вас там имеется под рукой. Сегодня вас будут радовать своим творчеством и общением. В правом верхнем углу Арсеникс. Всем привет. В левом нижнем углу Хика. Сейчас она у нас без голоса, потом присоединится чуть позже, составит голосовую поддержку. И в левом верхнем углу, соответственно, я, Бигс Милк. Всем привет. Все вышеперечисленные художники будут на протяжении... Ой-ой-ой. Чё там? Чё там? Чё там? Это я просто... Трансляция-то открыта, и звук пошёл дублиручится. А, понятно, понятно. А то я думал, что такое? What the fuck? Ну и так вот. Все вышеперечисленные художники будут на протяжении сегодняшнего вечера творить на ваших глазах всякое разное. Ну а что из этого получится, посмотрим и увидим, как всегда, как обычно. Сейчас запустим музычку и будем жечь, я так надеюсь. Так. Сегодня у нас опять подборочки MonsterCat, которые псевдо-бесплатные на Ютубе. Кстати говоря, знаешь, с последней трансляцией я обнаружил то, что нам выпало всего лишь на всего одно предупреждение по поводу нарушения как раз кикопирайта в плане музыки. Меня это очень сильно удивило, потому что каждый раз после каждого стрима у нас прям целая пачка такая копится, а здесь прям всего лишь одно предупреждение. Видимо, как-то нескончаемо болтали, и поэтому там просто Ютуб не может определить, где там песни, где там музыка, где там что. Нет, интересно, у меня сейчас играет, еле-еле слышно, я сам еле слышу, музычка. Ну, такая там, какая-то, знаешь, полноценная. Интересно, а вот если она пробьется, Ютуб, это как и выжит. Я что-то думаю, что, скорее всего, нет. Если даже оно и пробьется, то, наверное, он, знаешь, что-то такое с помехами такое, знаешь, ну, нечистый звук пойдет, да. Мне кажется, робот не определит. Там, мне кажется, нужен такой хороший, полноценный такой кусочек того или иного трека, чтобы Ютуб сказал бы, «Так, товарищ, у тебя здесь заюзана такая-то секрета музыка, и это нехорошо». Так, 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 окошко чата у нас пропало внезапно в стриме, сейчас это исправим. Привет, привет, всем привет. Вот помчайте, 148 черноя. Вау! Охренеть. Я, честно говоря, думал, что все, после того, как мы взяли такой перерыв в трансляциях, да, все, народ уже отвык от нас, отвык от этого, ну, от еженедельной порции стримов, и поэтому сейчас уже так энтузиазм пригас, и поэтому я сегодня ожидал, что, дай бог, там, может быть, наберется человек 50-60, и то это было бы очень много. Однако, таки нет, блин, и, ребята, большое спасибо, что следите за нашим творчеством и за нашими анонсами. Мы это, правда, на самом деле, очень сильно ценим. Ну, а просто, да, этот, ретвиты еще всякие делать. Я обычно нифига не делаю, вот сегодня я сделал еще, считай, с второго паблика. Это пришел. Да, кстати говоря, тоже не стоит забывать про это. Давай-ка я ретвитну твой твит. А, погоди, твит-то я не делал, это я в ВКонтакте. А, да. Сейчас делаю твит. Давай. Больше, больше народу. Больше минералов, больше народу. Алина Выгода, Торшик, приветствуем себя. Всячески горячо, тепло, прям приветствуем. Торш, да. Давненько, давненько мы тебя не видели. Давненько ты на стримах, кстати говоря, не появлялась. Давненько мы не слышали твоего чудесного голоса. Да и в чатике что-то фейсдачном тоже давно. Кстати, да, да-да-да-да-да, есть такое безобразие, я считаю. Безобразие. Так, ссылки с ютубовского какие-то нереально длинные. Блин, с ВКонтактом еще что-то тут. Сейчас. Секундочку. Так, вся техническая часть позади. Наконец-то, после такого долгого перерыва, мы здесь столкнулись с некоторыми непредвиденными проблемами, поэтому немножко задержались сегодня. Но, тем не менее, как вы видите, мы все равно с вами. И, наконец-то, появилась возможность посмотреть, что же за чудесные реквесты были накиданы в этот раз. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какие любопытные деквестики. Ох ты, какой замечательный реквест. Арс, мне кажется, ты тоже заценишь. Отец Гаскоин из Бладборна. Да, я-то что его, я только на него посмотрел, как его зарубили махом. Ну, он там что-то, это который в оборотни превращается. Да, да, да. Я, если честно, его вообще не разглядел, он там бегал как бешеный. На самом деле, это, ну, с моей точки зрения, самый сложный босс оказался в Бладборне. Все остальные, они, ну, ввиду того, что за моей спиной уже пройдены оба Dark Souls и Demon's Souls, я уже приноровился к этой всей механике, поэтому все остальные боссы, особых проблем, ну, не возникало с ними. А он с Гаскоином, по-моему, к сожалению, я его немножко по-другому зову, по-моему, там немножко неправильно описали Гаскоин, по-моему, все-таки как-то иначе. Ну, неважно. Короче говоря, вот он единственный, кто действительно вызвал сложности. Потому что, блин, он просто вообще на стероидах. Такой мини-арториос, я бы даже сказал бы. А как же этот скелет, который электрический? А, вот этот оборотень, который электрический. Ну, такой весь лохматый, молния в нем сверкает. Ну, знаешь, он, да, он жестко-жесткий, извиняюсь за тавтологию, масло-масляное, но он жесткий до 50-го уровня. После 50-го уровня ты его в легкую просто вот мочишь вообще в пух и прах. Хотя, кстати говоря, одно из прохождений игры подразумевает собой убийство этого оборотня в первой половине игры. Потому что за ним открывается шорткат, пройдя по которому можно дальше еще там немножко пройти, и ты можешь встретить еще одного охотника. Если ты пойдешь по обычному пути, игнорируя, соответственно, босс оборотня, то ты с этим охотником будешь биться. Однако, если ты все-таки откроешь этот шорткат, ты сможешь... Который гатлингом управляет. Да-да-да, он самый. Соответственно, если ты зайдешь к нему с этой стороны, ну, открыв шорткат, соответственно, ты сможешь с ним поговорить как с обычным NPC. Мне вот интересно, что он там за фразочки говорит, кстати. Я знаю. Да? Да. Но я не буду тебя спойлерить. Окей, окей, окей. Блин, он все проспойлерил себе, да? Прям вот... Ну, мне не светит в него поиграть, так что я смотрю просто прохождение. Который Озич советовал чувака. Понята, понята. Или Гурка, который... Он реально так плохо. Он играет хорошо, и, главное, как бы исследует все, читает все эти писания. Вот это ценно, кстати. Это очень ценно. Потому что я уже привык, знаешь, когда смотрю там летсплеи какие-нибудь. Я сам не фанат вообще летсплеев, да? Но иногда попадаются на ту или иную игру, если я, допустим, еще не имею возможности в нее сам непосредственно поиграть. Или просто, чтобы ознакомиться, что она себе представляет. Открываю какой-нибудь летсплей, смотрю. И меня всегда просто люто бешеный Батхёрд посещают. Потому что, когда я смотрю за тем, как играют в эти игры, игнорируя детали, игнорируя вот какие-то вот вещи, на которые я бы при прохождении обязательно обратил бы внимание, да? А вот сами вот эти чуваки, которые вот ЛСП записывают, они их пропускают. Это такой прям негодующий весь из себя. Мол, чувак, как же так? А вот тем более, когда дело касается таких проектов, как Bloodborne, Dark Souls и всех прочих, да, который в принципе построен на нюансах, на таких вот деталях, да, которые пропускать в принципе нежелательно, ну, по-хорошему, для полного погружения в игру. Это вот особенно, конечно, негодование такое вызывает, когда встречаешь такого ЛСПлеерщика, который пропускает всё на свете. Да нет, часто торопятся, хотят, знаешь, там и GTA какой-нибудь поиграть, и Bloodborne, ещё какую-нибудь хрень, которая вышла, и начинает бегать там, кого горело, пропуская всякие ништяки, убивая NPC крутых там и прочего, таким идиотизмом страдает. Ты такой думаешь, да, блин! Ну, всё, что ты сейчас только что объяснил. Да, да, да. Такие же, да, эмоции. С другой стороны, я тоже как бы понимаю, ну, каково им делать стрим, потому что одно дело спокойненько играть себе, да, в своё удовольствие, а другое дело это всё записывать, ещё и комментировать, ещё и какое-то, ну, шоу делать из этого. Соответственно, у тебя голова немножко даже не сколько игрой занята, сколько, ну, по крайней мере, я так вот думаю, да, сколько вот самой подачи того, вот как ты это дело записываешь, и как интересно ты это ещё комментируешь до того к всему. Поэтому хочется позбивчивее делать вот некоторые эпизоды самой игры, геймплея, чтобы оно воспринималось со стороны конечного зрителя, ну, куда интереснее в этом отношении. Может быть, вот поэтому получается вот такая ситуация, как бы хрен знает. Ну, либо просто тупо как бы распыляется внимание, что тоже не исключено. Вот я вот, например, вот тоже вот когда в стримах участвую, вот как вот сейчас, да, у меня тоже вот концентрация над рисунком, но она совершенно иного характера, нежели чем если бы я был прям темноправленно, молча сидел бы, уткнувшись в синтик и рисовал бы там картинку какую-нибудь. Ну да, это всегда. Не, они же как бы обычно там записывают, а не оффлайн как бы просто играют. Не стрим прямо. Да, да, да. Они же потом ещё делают сбивочку монтажную как бы, да, вырезают там. Да. Монтируют, да, 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 да. А с Bloodborne то и прочими подобными играми файлов то может быть. Ого-го, как много. Ай, вот у меня вспоминаются мои стримы. Нет, Аверлоу Озич не придёт, успокойся, он работает. Да, сегодня Озич, к сожалению, работает. Xlibrimlozuhal. Это мне вспоминается, знаешь, это вот стримы, которые я делал по Bloodborne для нашей филсидушной компании. Я там тоже очень много фейлил и каждый раз, когда там фейлил, там Озич там какой-нибудь комментарий там делает, там а-за, а-за, а-за. Я такой а-а-а. Сразу меловкость такая. Сразу хочется. Если бы там была бы запись всего этого, прям первым делом бы я это всё вырезал бы нафиг. Чтоб всё было прям безукорезено, чтоб всё было прям как надо. Красиво и все дела. Человек с непроизносимым японским никнеймом. Нам тоже нереально жаль то, что нельзя стримать рабочий процесс, потому что нам, к сожалению, запрещают это делать. Так бы мы с удовольствием это делали бы. Шин. Я бы даже сказал бы, он даже никуда и не уходил с Эксли. Если ты приобретёшь новый выпуск Экслибриума, то ты в этом только убедишься. И очень приятно убедишься. Советую его стать. На самом деле вот этот вот эпизод, который отрисовывал Озич в этом номере, это вот такой вот всеобщий спойлер для всех. То, что да, присутствует Озич в новом выпуске Экслибриума, несмотря на то, что там уже заебан другой художник. Мне вот очень понравилась сама подача этого эпизода. Она просто очень крута. Мне вообще очень нравится, что в Экслибриуме, ввиду того, что там работает, скажем так, такая не набившую оскомину половина редакции, не скованная разными, скажем так, обязательствами, которые вот у нас появились, сформировались ещё в начале пути формирования Бабла, да, и, соответственно, там более вольно относятся к своему творческому процессу, то, соответственно, более интересные штуки и более интересные эпизоды они вот могут реализовывать в рамках своего Экслибриума. Это очень здорово. Оно заметно, причём по всему, даже и по обложкам оно заметно, и по эпизодам, и по сценкам, которые фигурируют в непосредственном комиксе. это всё очень-очень чувствуется. Соответственно, вот этот вот эпизод, который произошёл в этом новом номере Экслибриума, он только, мне кажется, разогревает вот эту вот, не знаю, небольшую ант-хаусную нотку этого Экслибриума, этой серии. Очень здорово получилось, очень круто, очень смело. Ну, она рекламировала так. Не, ну охрененно, охрененно. Ну просто, ты меня по имени просто, когда реально видишь, когда люди стараются, и когда то, что у них получается, стоит всего лишь каких-то там 45 рублей, ну грех просто не посоветовать, не порекомендовать, и не порекламировать. А Озич с Наташей, Наташей это сценарист Экслибриума, они по полной программе просто вкладываются в этот комикс, и мне только в радость, на самом деле, вот так вот разогреть интерес со стороны потенциальных читателей в этом отношении. Мне кажется, они того заслуживают. Пользуясь случаем, хочу также разогреть интересы по отношению к серии Метеоры. С чего бы так бы начать? Не знаю, вот эту рекламку, скажем так. В грядущем выпуске, который выйдет на следующей неделе, 25-го числа, хочу всем напомнить, 25-го числа каждого месяца уходит очередной выпуск Метеоры. И в грядущем выпуске засветились трое участников нашего скромного творческого объединения Филсидо. Я даже могу назвать кто это. Это Арсеникс, это Сайми Юка, ну и, соответственно, я там тоже приложил руку. Сенсей Тель. Да, Сенсей, кстати. Четыре, значит. Четыре. Поэтому у нас вот такой вот маленький такой совместный филсидушный коллаб получился в рамках Метеоры. Поэтому, ребята, не пропустите, ознакомьтесь. Я надеюсь, точнее мы надеемся, то что вам понравится наш эксперимент. Правда, сути эксперимента, она сейчас, наверное, будет не ясна, мне кажется. Она будет ясна только по прошествии, может быть, второго или третьего выпуска из Арки. Ну, по понятным причинам. Марс понял, наверное, о чем я сейчас. Потому что вот сейчас вот, да, вот когда вот наконец вот уже практически сдана работа, вот та часть редакции, которая не была задействована в работе, да, она была не особо в курсе как бы всего процесса. Вот она меня просто засыпала вопросами, а почему у вас вот так? Почему у вас сзади так, потом резко вот так, и потом вот так? Я вот так вот пытаюсь расплывчато, да, вот говорить, чтобы не спойлерись, в чем фишка. Ну, опять же, Арс понимает, о чем я. И мне пришлось даже вот сотрудникам редакции рассказывать то, что вот фишка заключается вот в этом, в этом, в этом, в этом. И они такие, вау, да ладно, нафигеть. Поэтому, мне кажется, что читатели тоже не сразу поймут, а ввиду того, что у читателей нету своего пиксмилка, который бы я им рассказал бы, в чем суть, вот, то, мне кажется, читатели поймут эту самую суть только на втором или на третьем выпуске. Поэтому, ребята, следите, следите за творчеством, следите за метеорами. Мне кажется, то, что у вас она возилит. Так. Ну и, коли же, кстати говоря, мы об Xlibrium заговорили, сейчас вот пытаюсь изобразить небольшой такой фонартик, как раз таки на Xlibrium. Я всегда хотел изобразить Лилю такую вот, как бы так сказать, вольную интерпретацию, да, что было бы, если бы, Лиля выросла бы, да, я не знаю там. Ну, это сам понимаешь. Взрослая Лиля, короче говоря. И там сколько сюжетов-то, я уж не помню. Слушай, дай бог, чтобы она была совершеннолетней. Если честно, мне кажется, что она там совсем девочка-девочка. И там, наверное, лет семнадцать может быть. Хотя нет, погоди, она там вроде студентом уже становилась. Первый курс вроде как, она уже не в поле училась. Она же пошла как раз куда-то там, в первой серии учиться. Ну, кстати говоря, да, да. Ну, может быть, да, знаешь, лет семнадцать-восемнадцать тогда, наверно. И так-то, да. Вот жалко то, что Озич с нами сейчас вот отсутствует. Не может прокомментировать, потому что он-то как-то в курсе всех этих дел находится. Да, может, смотрит он на нас. Озич, а ты нас смотришь? Решает смотреть стрим и рисовать. Да, да, да. Хотя он мне говорил то, что он не может полноценно работать и параллельно как бы смотреть стрим. Когда я там Bloodborne вещал, да, как раз ко мне говорил то, что либо я всецело погружаюсь в стрим, да, либо я полноценно работаю. Как бы одно из двух в этом украшении. Я его в этом плане прекрасно понимаю, потому что я тоже в этом плане очень такой однопоточный, скажем так, человек. Слишком такой вот рассинхронно несколько занятий. Параллельно меня все-таки не хватает. Ну, мы что-то болтаем. Можно слушать просто. А я, кстати говоря, его сейчас вот отдельно позову, потому что, может быть, он просто даже не знает то, что Озич, в смысле то, что стрим начался. Так, сейчас напомним. Охохохох. Кстати говоря, ребята, все, кто сейчас нас смотрит и является читателем Экслибриума, скажите, пожалуйста, меня глужит просто нереальный интерес, мне кажется, что у вас тоже. Скажите, какой пэринг вы видите в Экслибриуме? Соловей Лиля или Саша Лиля? Если вы за первый вариант, то поставьте единичку, если за второй вариант, напоминаю, второй это Саша Лиля, первый Соловей Лиля. Если вы за второй вариант, то поставьте циферку 2. Очень интересно было бы сейчас посмотреть, кто как видит потенциальную судьбу этих двух персонажей. От себя скажу то, что 2. Единичка, единичка. Вау. Единичка, это рыжий, да, который там? Да, 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 вот тот, который длинноволосый, у которого еще розовые руки отрастают, когда ему отрубили настоящее. Блин, охренеть. Я, честно говоря, думал, что сейчас сплошные двоечки вольются, потому что мне кажется, то, что все-таки пэринг Саша и Лиля, он более такой очевидный. А сейчас прям целая волна. Так, ребята, те, которые вот за пэринг Саша и Лиля, давайте поднажмите, я верю в вас, двойка должна победить. Хика говорит, что тройка, Соловей, Саша, никаких лиль. Так, 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 так. Торш, Торшик, Торшик, бруфист тебе, посылай лучи бруфиста. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Ну, я смотрю за третий вариант, который не был изначально озвучен, Саша Соловей. За него проголосовало человек пять, что тоже, кстати говоря, достаточно так внушительно. Но все же у нас здесь как получается. За первый вариант Соловей, Лиля, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ну, десять человек. И за второй вариант, соответственно, Саша Лиля у нас проголосовало раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Блин, ну что же, девять, девять человек. Все-таки большинство за Соловей Лиля. Мне в какой-то момент казалось, что у Саши вообще семья есть. Но там это он просто с кем-то, там, с какой-то соседкой сидел, что ли, с детьми. В какой-то серии. Но ощущение создается, что он уже там занят. Ну да, кстати говоря, правда. Я вот тоже, когда вот листал, там еще они, ну, очень такой, как это говорится, ну, такой очень вольный диалог между этими двумя персонажами был, да, вот между этой соседкой и Сашей. То, что реально ты прям видишь, что между ними там вроде что-то есть даже. Можно, по крайней мере, найти для этого почву очень устойчивую. Поэтому, да, меня тоже посетили эти мысли. Поэтому, не знаю. Может быть, Саша-то у нас интриган, а? Может быть, он и с соседкой с Лилей, и с Соловьем. Таким этим тоном сказал. Нужно, чтобы с интригой. Так, мне нужны референции. Так, 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 так. Надо будет посмотреть. Так, ладно, ввиду того, что у меня ОБС ожил нормально и не показывает других окон, то я сейчас тогда PDF-очку просто последнего номера, хо-хо-хо, запущу по себе здесь, чтобы подсмотреть, как выглядит персонаж. Смотри. Да, я дважды проверю перед тем, как листать дальше до самого интересного. Да, первая страница ещё там не страшно. Их обычно спойлерят в самом паблике. Да, нормально, ничего не спойлерится. Всё-таки ОБС замечательная программа в этом отношении. Просто замечательно. Показывает только то, что нужно. Вот так вот запускаешь спокойненько себе PDF-очки, референсики. Нормально. Не, кстати, бывает оно там как-то странно себя ведёт. Прошлый стрим, помнишь, я засветил Skype. Вообще непонятно почему. Он просто окно, видать, перезагрузил какое-то. А ты вот именно окно там выбирал, да, чтобы для показа? У меня там чатик, по-моему, был. Отдельным окном высвечивался. И я это окно перекрыл скайпом, и он начал его показывать. Вроде так было. Лили в последнем выпуске, конечно, просто самоочарование. Здесь Алина, Мейздос, она очень такое интересное направление для себя попробовала. Она раньше не экспериментировала так вот с мимикой и вот с выражением эмоций на персонажах. Вот и в этом выпуске она вот решила поэкспериментировать, попробовать верстать вот этот вот момент. Получилось, по-моему, очень здорово. Алина, да, Торшик, все, все, да, все. Я очень сильно удивился, кстати говоря, то, что там вот этот момент был вставлен, вот именно вот соловьем и лилией. Меня это очень удивило. Я был прям полностью уверен, что вот-вот-вот, ну вот Саша же, вот Саша. С ним, с ним наверняка все будет завертиться, закрутиться. А тут бац, бац. А что за бац, вы уже прочитаете и увидите сами в новом выпуске Экслибриума. Так, все, надо кончать рекламой. Это уже, что-то уже, да. Ну что ж, попробуем. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это Волк, Владыка из Инока. Кстати говоря, тоже они были написаны Наташей. Наверное, пожалуй, вот. Самые любимые персонажи. Арс, а у тебя какие? Есть какие-нибудь любимцы? Из Бабло Вселенной? Угу. Ну, Лилия мне нравится. Метеора нравится. Ес! Пуш. Такой прикольный персонаж. Такой, ну, я не знаю, там, видимо, дальше его больше раскроют, я так понимаю. Не особо. Ну, что там? Рисуем это все долго. Кажется, что уже куча выпусков вышла. На самом деле, не ахти, там много выпусков. Шесть, шесть. Это седьмой был, да, сейчас выпуск? Да, да, да. Что там за эти шесть выпусков? Ты особо не расскажешь ничего. Угу. Это надо там несколько лет выпускать. Другие серии я что-то совсем не читаю. Угу. Угу. Только в тендере. Вот Экслиберем и Метеора, соответственно, да? Угу. Ну, Грома я что-то там читал давно-давно, какие-то первые выпуски, по-моему, еще до того, как Фокс пришла. Угу. Угу. Я читал, а что-то как-то не пробовал. Надо это все дело где-то нарыть и читать уже там засесть по полной программе. Знаешь, я советую, особенно вот эту последнюю арку, которая вот сейчас вот выпускается, она, знаешь, вот советую даже не столько в плане сюжета, сколько с точки зрения графики и вообще картинки. Потому что вторую арку, которую рисовала Фобс, она была очень красивой, но, как бы так сказать, там не была, не была найдена гармония между художником и колористом. Вот. И там графика она очень много вытягивала, а цвет он немного проседал в некоторых моментах. Оно выглядело в целом симпатично, но не сказать то, что прям вот вау-вау-вау. А вот сейчас вот потрясающий просто дуэт образовался между Orphan Sirius, это вот колористка на данный момент у Грома, и, соответственно, художницей Фобс. И в ней сейчас потрясающие просто вещи уходят, потрясающей красоты там. Реально, когда я листаюсь сейчас у Грома, буквально каждую страницу вот так вот раскрываю, каждый разворот открываю, у меня просто, знаешь, вот сердце останавливается на долю секунды. Причем оно останавливается и от того, что оно все очень круто нарисовано, оно, правда, очень круто нарисовано, очень-очень прям советую посмотреть на эту крутоту. Оно еще останавливается по той причине, что мне немножко даже завидно становится, потому что там реально нереальное количество любви и нереальное количество человека-часов было потрачено на создание вот этих вот страниц. Я так думаю, что, я надеюсь, что наши читатели это тоже ценят, потому что, правда, вот команда Грома, они реально убиваются просто над этим комиксом. Они молодцы, они посвящают просто всего, всех себя, да, вот этому комиксу. Ну, и оно и получается, соответственно, картинка там прям выше всяких похвал, она, ну, практически на таком недостижимом уровне, я бы даже сказал, тем более для переводики такой. Я так-то видел отдельные кадры, иногда их там репостят, самые такие смачные, так-то, да, я как бы, не знаю, что там графенсы, ого-го. Меня другое немножко напрягает, ты, наверное, понимаешь, о чем. Это фэндом, который, я-то я за ним не отслеживаю, но он все равно пробивается в моей ленте, у меня просто ассоциации какие-то немножко такие неправильные связаны с этим всем делом. Правда, правда, правда. Сбивает, так сказать, желание ознакомиться с оригиналом. Я понимаю, что он там, скорее всего, совсем другой, хотя там, конечно же, пробивается это все все равно, ну, кто ж его рисует, так. Ну да, да-да-да-да-да-да-да. Ну, есть такой. Не явно, но так. Настя Фобс, она очень аккуратно к этому моменту подходит, она всегда расставляет намеки. Намеки, они считываются исключительно только той аудитории, которой эти намеки захотят интерпретировать так, как они хотят это интерпретировать. А, соответственно, обычный читатель, который без каких-либо предрассудков возьмет в руки Грома, будет его листать, он даже этого, скорее всего, даже не заметит. Вот, в этом плане я воспринимаю с собой их точек зрения, то бишь, я когда каждый раз беру тетрадочку Грома и ее начинаю листать, я вообще без задней мысли начинаю просто наслаждаться картинкой, наслаждаться тем, как все вот это вот проработано, как каждый персонаж нарисован, как каждый персонаж выражает свои эмоции. Все это очень-очень круто. А потом, когда я уже повторно листаю, я очень люблю на какие-то технические моменты расслоить вот эту работу, этот результат получившегося и посмотреть с точки зрения разных аудиторий. Прикинуть себя на месте женской аудитории, прикинуть себя на месте мужской аудитории, прикинуть себя на месте аудитории, которые любят боевики или же аудитории, которые любят детективные истории. И с каждой вот этой точки зрения высмотреть такие вот самые-самые такие вот живые, самые дергающие за живые моменты. Вот, и как раз, когда ты смотришь с точки зрения женской аудитории, да, и когда ты высмотришь все вот эти вот намеки, они там просто вот прям ощущаются. Но, опять же, они ощущаются только тогда, когда ты сам от этого вот хочешь увидеть это. Вот это вот очень важное, мне кажется, качество у Фобс, то, что она не грубо это все подает, не нарочито, а именно такими полнамеками, которые считываются только лишь определенной части аудитории. Это, я бы даже не побоялся бы сказать, это мастерство все-таки. Это вот такая вот очень важная, важная такая вот рабочая черта. Это просто к тому, что я из-за того, что подписан на самих художников и около того художника, который там начинает рисовать всякие сомнительные фан-арты. Они как бы крутые, но они сами понимаешь, какие фандомные, фандомные. И они прямо в этом же стиле. И там оригинал, в этом смысле оригинальный автор возьмет, да, репостит его или еще чего-то. И у тебя уже просто на подсознание какая-то вот такая идет реакция. Ты не хочешь этого видеть, но ты открываешь эти официальные страницы грома, и такие прямо самые такие, где там какой-нибудь Разумовский весь в перьях грома подлетает, и ты такой, ну, ну, понятно все, ясно. Все с вами понятно. Да, 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 правда. Но на самом деле есть такой вот момент, когда особенно подобный вид фанатского творчества встречает поддержку со стороны авторов. Ну, те же самые реблоги, репосты и все прочее. Оно, как бы, знаешь, немножко, как бы так сказать, канонизируется, что ли, немножко в сознании, да, когда ты видишь это? Ну, да, типа, уровень доверия, ну, там, ну, типа, типа, автор зааппрулил, значит, оно, как бы, может быть. Типа, ну, вот из этих, как бы, соображений. Да, да. Ну, есть, 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 есть. Хотя, вот, на самом деле, вот, правда, вот, очень такие спорные чувства вот вызываются, когда там видишь фанартики, которые были очень круто нарисованы, ну, при этом у крайне сомнительного содержания, и ты прям так смотришь и думаешь, блин, чувак, я так бы, так бы хотел бы тебя поддержать бы, так бы хотел бы сделать твой репост вот этого постика с этой картиночкой, но я этого сделать не могу, просто не могу. по вышеозначенным как раз к причинам. Так, ладно, надо, надо рисовать. Что-то я все болтаю-болтаю. Не парься, мы тут поболтать пришли. Да, по большей части оно, в общем-то, и правда, всегда так получается. Чуть мазилкаешь, с чатиком болтаешь. Вот, правда. Ну, копируем бы, не спросите бы. Вот. Я там смотрю, у тебя уже эпик такой разворачивается, прям уже ландшафт прорисовывается. Да, я его так только фанцом хочу наметить. Я, на самом деле, пытаюсь скопировать стиль одного автора, очень клевого. Но что-то не получается, он, как-то, видать, совсем по-другому работает. Это вот тот, который ты показывал, или другого какого-то? Не, его я вроде не потому, что показывал. Ну, вроде как даже русский. Михаил Барулько, как-то так. Барулько? Да. Как интересно. На родстейшене. Я его нашел. Сейчас я... Так, блин. Ютуб же ссылки мне не дает. Короче, к хину в чате нашего этого. Где мы там с Хикой и с тобой. Ой, что-то там... Сейчас ссылку поправлю. Так, Мишлин Тимон вылезли. Вроде бы, это все такое скетчевое, но дикий объем у него получается. За счет правильных теней, что ли, каких-то такого... Или кисточки какие-то хитрые, непонятно. И куча цветов, если приглядеться. Очень много оттенков в каждом мазке. Вот вроде бы, какой-нибудь там солдат весь зеленый. Но если приблизить, присмотреть, там всякие какие-то в тенях синие оттенки. И у нас на светлой части желтые. Что-то такое вот. Ой, ты мощный какой. Здоровский. Слушай, да, правда. Вот первое впечатление, как будто он очень такими локальными прям цветами все ебашит. Прямо он берет там буквально 2-3 цвета. И в этой скромной палитре прям все решает. Прямо точно такое, прям на нюансах. Угу, да-да-да-да-да-да-да-да. И при укруплении, правда, вот видно, как он там уже добавляет разные оттеночки. Круто-круто. Ну, тут практика. Он в этом все рисует. Так с первого раза не повторить ничего. Это надо там все работно рисовать, когда начнешь вкуривать, как же это он делает. Поэтому пока что не получается. Но как-нибудь постепенно. Я такой сначала, знаешь, что нашел, да, наткнулся на нее, думаю, ха, сейчас повторю. Сейчас. Знаешь же, у меня тоже бывают такие моменты, когда я там смотрю художника. Так смотрю, смотрю только. А, вот надо взять стиль вот этого художника и взять еще там стиль вот этого художника. И, короче, я сделаю там картиночку какую-то. И ты такой думаешь, вот, уже устраиваешь в голове, как оно все будет. Макота, привет. У него есть стримы, да? Я хотел как раз посмотреть, как он именно рисует сам. Мака, а ты знаешь ссылочку, кстати говоря? Можешь поделиться? Да, давай. Я не знаю, YouTube зарежет, не зарежет. Ну, там, может, без этих, без точек. Точка комов. Основную часть ссылки, а там мы допишем. Суге, 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 супер. Суге, 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 суге. Так, спасибо, нас посмотрим. Суге. Whenever. А вот, я не знаю. А вот это, я не знаю. v-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Да, записи стримки есть. О, записи даже есть, отлично. Все, посмотрим. Так-так-так. Ладно, это не сейчас, потом, сейчас будем экспериментировать. Это, ну ты-ка. Так-так-так. Так-так. Как Зорин я видел, как он рисует давно-давно на каком-то стриме, когда еще хонг-фу были живы, они запилили стрим какой-то такой с техническими проблемами, все у них там отвалилось, но я посмотрел, как он ходит, где-то часик он шел, как он рисует. Он прям реально аккуратненько, прям весь вот так вот фон прорисовывает, все там вот эти вот кучи цветов тоже, про которые я сейчас говорил раньше. Да, оттенки такие еле видные, он их прям аккуратненько выводит там. то есть не вот быстро нахерачил, то есть он видимо долго прям рисует каждый фон. то есть, чтобы такое рисовать, нужно реально задротствовать. Ну, как бы, кому мы объясняем, сами там вот те еще задроты. Это, знаешь, это... Вроде бы очевидные вещи. Ну да, да, да. Вот в том деле он как-то публиковал относительно недавно, кстати говоря, запись процесса того, как он рисует там какой-то фончик, там была пристань как раз-таки, запись процесса, как он рисует пристань. Вот, и что меня вот очень удивило, ну, как и множество художников, которые рисуют фоны, он использует сеточки, да, перспективные. Но, как он их использует, мне очень-очень-очень, ну, понравилось, а во-вторых, очень сильно удивило, потому что я бы такого просто додумался. Вот, когда он рисовал пристань, там была ситуация следующая. Пристань деревянная, из досочек состоит. Он не стал ее рисовать сразу вот в этой перспективной сетке, вот по этим вот направляющим. он взял, отрисовал в плоскости, знаешь, вот как вот текстурку прям. Угу. Потом взял, там, нарисовал лесенку, лесенку опять же в плоскости, вот как она вот выглядит в ванфасе, да, взял, отрисовал, затем опять же поставил ее в эту сеточку, там, отдеформил под перспективу и вставил в сцену. И так он каждый-каждый вот так вот объект, каждую такую сложную и не очень плоскость, отрисовывает в плоскости, а затем ее вставляет уже в саму сцену. Мой вот сам вот этот процесс очень-очень-очень удивил, на самом деле. Я был полностью уверен, что он как бы сразу фигачит уже вот из всей штуки, а оно оказывается вот таким образом, рождается. Очень интересно. У всех своих хитростей. Да. Это правда, это очень интересно, когда наблюдаешь за разными художниками, у каждого находишь какой-то, знаешь, вот момент, о котором ты даже не то, что ты им не пользуешься, а ты даже об этом моменте даже не догадывался, там, о той или иной фишке, да, вот у Зорина как раз вот это вот, да, из плоскости в объем, да. И это потрясающе, когда вот особенно нащупываешь вот вот эти фишечки, для себя прям словно открытие такое, прям, ты чувствуешь то, что перед тобой открывается какой-то небольшой вот горизонт творческих экспериментов, самому хочется попробовать таким вот образом. Новая ветка развития Unlocker. Да, 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 все так, все так. Маку спасибо за ссылки. Все сохраню, все посмотрел. Да, я тоже заценю. Спасибо. 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 Туршик, а я вот что-то пропустил. А это ты про что сейчас вот рассказываешь? Там, где темная комната, а-ля кинозал маленький, человек двадцать сидят на полу и смотрят. Что это такое? А то я что-то пропустил немножечко. Что это уasia? Туршик, даже не конечно. Хорошо. Такое спасибо. У вас обязательно сни services еще найтиOr glue Эмгу цен неbesя. и перuates vertical, чтобы видитеQUИТ ори-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, Integr catchy, и deafpical pc-ли-ли-ли-ли-ли-ли-лиру, А, вот оно как. Круто, круто. А это... Тошик, а это была запись какая-то? Или это... Ты непосредственно там была и рассказываешь сейчас? Или все-таки можно подглядеть где-нибудь запись всего этого чуда? Блин, не знаю, во что Лилию одеться. Ребята, помогите выбрать. Есть два варианта. Есть вариант рубашечка, в которой Лили как раз-таки щеголяет последние несколько номеров. И вариант кофточка с осьминогами. Как вы думаете, кого же, кого же? Надень ее в этот новомодный костюм с синей ленточкой. У нее, правда, что там с бюстом-то не особо. Не, ну я же рисую взрослую версию, там с бюстом-то все в порядке. Тогда можно сделать. Там, кстати говоря, интересно. Я помню то, что вроде какой-то синий элемент в ее одежде был. Я не помню, то ли галстучек, то ли что-то еще там такая штука была. Либо, может быть, это я путаю просто с осьминожками. Так, сейчас надо посмотреть. Ребята тем временем голосуют за Тентакли, конечно же. Конечно же. Если что-то на девушке рисовать, то, конечно же, Тентакли. Какие рубашки, господи. А, да-да-да, это я перепутал. У нее раньше на рубашке, на самой-самой первой рубашке, которая была еще в первом выпуске, и которая была еще во втором выпуске, если мне помню, не изменяет, там были просто плечи синие и рукава синие. Там с таким рисуночком очень интересным. Фу, реально, мэм, даже сказал бы. Вот к этому, к этой рубашечке, мне кажется, идеально просто подойдет вот та вот ниточка синяя. Осьминожки. Ну, хорошо, осьминожки, так осьминожки. Осьминожки. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это правда, это неправда. Если в наших пабликах иногда что-нибудь такое проскочишь, то не знаешь, как реагировать к каким-то бедным. Да, да, да. Весь этот поток принимают на себя. Меня тут порадовало, когда... Не то, что порадовало, а рассмешивало, когда Юка редвитнула в Твиттере текст сообщения, который я пришел. Отгруппу мне там отдала. Что в этом духе. На самом деле это правда, когда я вот тоже прочитал вот это вот сообщение. Просто потрясающе. Оно реально потрясающе. Оно достойно того, чтобы его вывесить отдельно скриншотом просто на всех ресурсах, чтобы продемонстрировать всю широту сознания некоторых отдельных личностей в ВК. Потому что просто читая вот это вот всё, я просто... Понимаешь, вот говорят наглость, это второе счастье. А это вот ещё и простота, понимаешь? Простота и наглость. Просто святейшие. Оба параметра они просто святейшие. Святейшая простота и святейшая наглость. Я просто её смотрел, я просто нахренел. У меня даже, понимаешь, у меня даже в уме такое бы не смогло родиться. А вот находятся люди, которые вот наверстывают в этом отношении. Там что-то, кстати говоря, в чате говорят про кастомные стикеры. А что за стикеры такие? Чё это такое? Ну вот это про что я и говорил. Такие большие картинки, которые сразу же есть в ВК. Не нужно тебе их самому загружать. Они как бы в меню этих смайлов включаются. Они только тебе показываются? Или это можно расширить каким-то пользователем? Нет, нет. Ты в комменте можешь их постить. Ну ты, наверное, видел всякие гигантские жёлтые смайлы. Да, 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 да. Это они есть. По-моему, это вот они есть. Понял, понял. И они даже там часть доступна как бы по умолчанию. Ну, я сейчас зайду, попробую где-нибудь какой-нибудь дебильный смайл оставить. Меня за это ФСТ забанит. Так, прикрепить документы, аудиозапись. Что-то ничего нету. А, вот, может быть, наружу. Вот магазин стики. Да, вот внизу тут есть как раз эти дебиловые смайлы. Купить за 63 рубля металлий какой-то. Чувак типа металлист смешной такой. Целый набор. Нахер надо. Так, что тут ещё предлагают? Вкусная команда, это уже 63. Пончики в виде пончиков каких-то. Jesus fucking Christ. Ну, вот эти вот жёлтые смайлы вроде как бесплатные. Сейчас прикреплю какую-нибудь херню на убед. Всё, вот, ответил. Интересная личность. Колобка запостила. Счастье полное, что ли. Ха-ха-ха. Не, вот такое бы замутить с арсакатами. Было бы прикольно, но это, наверное, impossible. Да, было бы, на самом деле, здорово. Ну, а, соответственно, кастомные эти стикеры, они работают только на стороне, как бы, одного пользователя, кто себе их поставил, да, видимо? И без понятия, как это работает. Вот, ребята из чатика, может быть, кто-то в курсе по поводу кастомных стикеров? Может быть, кто-нибудь расскажет, как они работают? Работают ли они для всех пользователей? Видны ли они всем пользователям? Или же они работают исключительно для тех, кто себе это всё дело настроил? Вот, как оно вообще? Может быть, кто-нибудь нас посвятит? Елен Лис, а у нас сегодня участвуют три художника, никнеймы которых написаны на экране. Это, соответственно, Арсеникс, Хикару и Пиксмилк. Вот, мы втроём вот сейчас вот занимаемся рисованием и болтологией всякой параллельно. Тут уже поддерживают, говорят, что на Арсы котов и денег не жалко. Арсы коты должны жить. Вот, я на самом деле, вот, у нас же, у филоседушников, есть эксклюзивная версия наклеек Арсы котов, которые не просто маленькие такие, да, вот, которые вот, вы могли наблюдать на Камиконе как раз таки. А громадные Арсы коты, где-то сантиметров, как бы не соврать, 15-20 в высоту. Такой 20-ти сантиметровый Арсы кот, короче. И, соответственно, на один листочек вмещаются два таких больших Арсы кота. И этот лист я тщательнейшим образом храню у себя в редакции. И прям вот не знаю, как его удачно применить, потому что прям жалко. Потому что целых два 20-ти сантиметровых Арсы кота, такое прям сокровище, понимаете. Жалко тратить сию, сию красоту. У меня тоже аж два, два листочка есть. Вот такие. Тоже никуда еще не клеил. Я вообще почти не использовал их, еще не знаю даже куда. Просто на холодильник наклеивать уже как-то, ну, не знаю, не торт. Одну наклейку на вебку наклеил, там, на кронштейн, который крепится с корней. Все, больше еще ничего никуда не наклеил. Тихо узнает, куда их даже наклеивать. Правда, правда. У меня вот тоже все вот эти наклеечки, которые вот девчата нарисовали, у меня вот стопочка вот так вот лежат. Ну, вот наши девчата, и вот Озичевские, и, соответственно, твои тоже там. Все вот стопочки этой вот лежат. Я прям, я не знаю, я разрываюсь. Я не знаю, что с ними делать. Я как бы не хочется наклеивать на ноут. Я как бы люблю, чтобы техника была без всяких наклеек такая чистая, вся гладенькая. Потому что многие-то ноуты обклеивают. Эти наклейки. Да, 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 да. Или на скетчбуке. Ну, на скетчбок, может, когда-нибудь какой-нибудь потом наклеят. Когда-нибудь. 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 Скетчбуке. Вот, да, да. На самом деле, да. Очень правильно. Вот Торщик тоже поддерживает. И я, пожалуй, наверное, тоже единственное применение, которое смогу найти все-таки наклеечком, это только на скетчбуке. Но ввиду того, что у меня скетчбуки очень часто меняются, и они постоянно в очень таком, как бы это сказать, не очень привлекательном состоянии находятся. Они очень сильно у меня изнашиваются за короткий промежуток времени. То бишь, там, допустим, я месяц, может быть, два их поношу, и когда я их достаю уже из сумки, а я вот эти два месяца их постоянно ношу с собой. И когда я их достаю уже из сумки, под конец вот этого всего времени, я их просто не узнаю. Такое ощущение, как будто они пробыли со мной не два месяца, не знаю, там, а год, а может быть, два, может быть, даже три. Там, по краям они полностью такие вот истерзанные, корешочек тоже практически полумертвый. В общем, ты смотришь прям со слезами на глазах на всю эту трагическую картинку. По поводу, если кто-то там от сокота куда-то нарисует, я не против, если вы рисуете себе, ну, захотели на майку там куда-нибудь, напечатали еще куда-нибудь. Но если кто-то там продавать будет, хотя я сомневаюсь, конечно, в этом, это уже, конечно, меня не будет радовать. Когда там, например, эти большие работы меня куда-то там утаскивали на магазины футболок, там, печатали, я, конечно, расстраивался. А когда кто-то для себя напечатал, как у себя одному, да, там, захотелось ему футболку сделать, либо напечатал, это я вообще, как бы, делать без проблем. Расстраиваться, да, в коммерцию это превращается из твоего вида. На самом деле это правда. Сохота, конечно, я сомневаюсь, что это распространится. Ну да, да, да. Это слишком такой местечковый мем. Ну, вообще, на самом деле, это правда очень грустно становится от таких моментов. Вот в частности, вот у тебя ситуация такая, что у тебя очень детальная работа, и поэтому, чтобы их, ну, показать во всей своей красе, тебе просто, ну, приходится выкладывать их в хай-резе. Чтобы не только, как бы, ты вот у себя вот в голове вот держал, да, вот, впечатление от картинки, какое оно должно производить, но и чтобы еще и зритель со стороны мог бы всецело насладиться вот всей этой работой, которую ты проделал. Именно поэтому хай-резы ты, собственно, выкладываешь. Вот считай, вот все для народа, все для народа, и тем не менее, находятся чуваки, которые эти хай-резы используют вот таким вот образом. Ну, блин, реально, это настолько по-свински, это просто слов не находишь, на самом деле. Мы, кстати, использовали в основном не особо детализированные работы. Они, да, в огромном разрешении, но черно-белое. Это что, видишь, они что их выбирают, то их печатать проще. Да, да, да. Самое главное не то, что проще их печатать дешевле, а самое главное. Да. Идем как раз, что там, Сацки, и Рюко, и Метал Гир, нет, нет, Метал Райзинг. Вот эти две. Да, 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 да. Да, да, да. Помню, помню. Да и хер с ним. Я потом где-то нашел целую подборку с этими ВРБшными картинками на каком-то сайте. Их там разодрали на кружки, на сумки с анимешными, там этими всякими. Ого. Еще что-то там. Но, по-моему, это был сайт Разводилова. То есть ты деньги засылаешь, тебе якобы эту сумку пришлет. Я там вел кучу комментов, что мне сумка не пришла, я там что-то купил. Даже не с моей картинкой, там все подряд наши занимали. Надрали там просто среди кучи других сумок с разными там атеринами картинками, и мои тоже затесались. Да, забавно. Причем они их дерут скорее всего с какой-нибудь донбары. То есть заходят на донбару, ни на сиф, ни на что-нибудь. А там просто по харизам ищут. Там же есть хариз и оттуда набирают. Печатают с ними эти сумки. Бизнес. Предприимчивые люди. Вот, ребята, вот у меня вот сейчас вот дилемма. Вот Арс, кстати говоря, тоже поучаствую в разрешении этой дилеммы, потому что я прям вот разрываюсь. Вот как ты думаешь, и вот как вы думаете, зрители, как мне сейчас поступить? Мне вот взять и дорисовать вот этот вот рисуночек прямо вот до самого конца с полутонами, с цветами и со всем прочим? Либо пофиг оставить его в полускетчевой такой вот штуке, но в состоянии, в смысле, и приняться за следующий реквест. Как вы думаете? А то я прям решить аж не могу, прям разрываюсь. Соответственно, товарищи зрители, если вы за то, чтобы оставить этот рисунок и допилить его до самого конца, поставьте единичку для вашего удобства. И, соответственно, если нет, не допиливать, а делать следующий уже рисунок, соответственно, двоечку поставьте. Я скажу свое решение, если узнаю, что ты будешь дальше рисовать. Ох, 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 какой разрыв, какой разрыв. Так, ну, сейчас посчитаем, сейчас окончится поток циферок и посчитаем. Сейчас решается судьба этого рисунка, товарищи. Значит, всё равноiden зап списывает Richardson, дизайн деломvent best, а судьбу этого рисунка входит в следующий период за счет. Так, за вариант продолжать дальше, вплоть до цвета и заканчивать эту работу, проголосовала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать человек. Четырнадцать. И, соответственно, за вариант. Да, ну, брось ты этот скетч, давай рисуй другой. Проголосовала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать человек. Ну что же. Окей. Значит, сейчас чуть-чуть допилю и буду приниматься уже за следующий реквест. А тут просто на самом деле вот так вот рисуешь и вот хрен знает. С одной стороны, интересно было бы и в цвете тоже поработать, ну, над одним рисуночком, да. С другой стороны, контент все равно остается как бы тот же на протяжении долгого времени. И хрен знает, насколько вообще это интересно как бы смотреть. Может быть, интереснее глядеть, как, наоборот, рисуешь разные рисунки и все такое прощее. Народ, брат, поддерживают идею хамуры. Да, 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 да. Третий вариант хамура. Хому, хому. Я, кстати говоря, даже не помню, я рисовал хому когда-нибудь. Рисовал очень давно. О, я кажется. В первых, в первых стримах совместных, когда как раз шел сам сериал. Да? Да. В смысле, цифру я рисовал или... Слушай, что-то... Там, может быть, даже и не цифра была. Какой-то был стрим, либо мы... Слушай, я не помню, это вот вообще давно, до FSD еще точно. Да, да, да. Это был просто joint стрим какой-то. Как раз после Гайн Экстрима там ряд стримов был. И как раз шла хамура, в смысле, Амадока Магика. Это было прям давно-давно-давно-давно. Да. Это был, на секундочку, 2012 год. Кстати говоря, по-моему, это тот самый... Нет, 2011. Да, 2011 даже. А, окей. Я помню то, что 2012 образовалась Фил Сидо, а до этого, да, вот как раз-таки были. Таким вот. Просто joint стримы. Я помню, знаешь, я изображал хамуру на аналоговом каком-то очень-очень старом стриме. Еще кисточкой, еще в туши. И она была просто такая нереально кривая. Там была хамура, там была Мадока и Кюбэй. И вроде как кто-то там еще был изображен. Вот эта синеволоса еще дура. Оттуда я постоянно забываю, как ее зовут. Сосояка. Да, Сосояка. Ну, дура, потому что, правда, она ведет себя как дура там. Вот, вот я вот этих вот трех персонаж... Четырех, точнее, будет сказать. Четырех персонажей тогда вот изображал. И я помню то, что я когда вот их рисовал тогда во время стрима, они мне казались такими достаточно... Ну, так, ок, ок, получилось. Ок, ок, вышло, могло быть куда хуже. И потом спустя какое-то количество времени, по-моему, спустя пару лет, я случайно наткнулся на этот листочек. И, о боже, о боже, по мне просто пошли вот мурашки, понимаете. Вот просто от всего вот этого ужаса, который я испытал вот в этот момент. Вот от лицезрения вот всей вот этой вот страшноты. В буквальном смысле этого слова я нифига не припиняюсь. Оно реально было ужасно нарисовано. У меня аж мурашки просто пошли по всему телу. Настолько оно было плохо. Я также находил свои, тех же самых, тех же самых годов работы, и точно такая же реакция. Ааа, господи! Да, 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 да. Оно даже у меня проскакивает совсем новым. Вот буквально недавно там мы делали какие-то аналоговые стримы. Я тут эту пачку нашел, так посмотрю на нее, господи, как все плохо. У меня с тортишкой всегда было вяло. Поэтому пока еще рисуешь еще ничего, но через пару недель уже видишь, что это ужас какой-то страшный. Это правда. С аналоговыми стримами, правда, в этом плане посложнее получается. Когда, ну, там очень сложно сделать такой рисунок, которым будешь доволен даже спустя какое-то количество времени. Очень сложно. Вот у меня, я не знаю, дай бог, может быть, два-три рисунка вообще за все вот это вот время наших стримов, за все это время вот наших аналоговых стримов, в частности, у меня, наверное, только двоек-тройка таких найдется. Все остальные, я думаю, аааа, пустые закрыть, сжечь, я не знаю, скомкать, выкинуть и все остальное прочее. Дядя Володя, что за дядя Володя? Аверлу, поясни, очень интересно. Торшик, или ты поясни? А то, я смотрю, ты поддерживаешь. Вот там, в реквестах там какой-то, да, мужик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Из комикса. Хрен его знает, да. Из Эксли пишут. Володя из Эксли. Еще-то как-то, я не помню. Да, блин, Экслилибриумы, комиксы. Что-что? Папаня ее. Папаня ее. Главной героини. Да-да-да-да, все вспомнил, с рыжей бородой которой. Между прочим, Хика с нами. Привет-привет. Да, у меня просто рассосался народ. Вот, куда-то все поуходили. Может, еще вернутся, я не знаю, но вот. Такие дела. А, учитель Лили. Вот она, как. Сенсейн. Да, сенсейн. Хм. Ну, окей, будет сегодня, короче говоря, с моей стороны такой тематичный, тематичная серия рисуночков, такие вот подряд. Вначале нарисовал Лилю, сейчас нарисуем тогда Володю. И, может быть, потом кого-нибудь еще из Эксли. Может быть, трансгендер Соловья и Саши, например. Но. Ладно, тогда в виде Юри картинки. Можно. Можно. Если только в этом ключе. Так, сейчас нужно зайти на рабочий комп и подглядеть, как выглядит дядя Володя. Кстати, когда там эти Мстители-то уже были скоро? Вроде как в мае месяц обещали. Или нет? Я сам не помню. Что-то, да, весной, вроде. Ну, кстати, внезапно этот, там, Безумный Макс, ты перенесли память, что его будут показывать не летом, а уже в мае тоже вроде как. О, вы слышали, вот Макса я жду. Я тоже прям хочу на него сходить. Трейлеры просто потрясающие. Они такие красивые. Настолько, знаешь, такая прям со вкусом сделанная картинка. Прям потрясающая. Если фильм будет примерно на том же уровне, будет сделан, да, в плане красивости, картинки, насыщенности, образов вот этих вот интересных, да, постановок. Это будет просто крышесносное кино, мне кажется. 23 апреля. О, так он совсем скоро. Вау, это же получается всего лишь, блин, мне чуть меньше недели осталось ждать. Охренеть. Ну, я, наверное, схожу, если друзья пойдут, войнут. Угу, угу. Да, надо посадить. Смотри, что они там за железяк надевали. Там какой-то ультрон там у них ходит. И трон. И трон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сомик, ты обладаешь властью, кстати говоря. Ну, в том плане, что ты у нас модератором назначил. В этом случае, чего можешь пользоваться молоточком. Продолжение следует... 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 Ааа, монстрики. Здорово. Продолжение следует... 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 И вот та ситуация, которая сейчас выскладывается вокруг этой игры, это только подтверждает. Потому что все три версии, которые существуют на данный момент, что для PS3, что для PS4, что для ПК, кстати говоря, они все неебически дорогие на самом деле. Вот, и как-то это все вот очень странно. Но потом все стало на свои места, когда анонсировали спустя какое-то время, там, по-моему, полгода прошло или чуть больше, анонсировали уже переиздание на PS4. Они таким образом на одной игре, а на протяжении двух лет смогли заработать аж три раза. При помощи выпуска на разных платформах, соответственно. Сорвали куш на PS3, потом те, кто уже имеют PS4, приобрели это на PS4. Вот я вот себя вот еле-еле уговорил на то, чтобы приобрести эту версию на PS4 как раз-таки. И вот сейчас вот недавно вышло на ПК, где была аудитория, которая, ну, либо из принципа просто не хотел покупать ради пары, игр PS4 себе, да, и там, соответственно, наслаждаться, либо просто, ну, хотела дождаться самой лучшей версии на своей платформе. Вот, и что характерно, что интересно, везде продажи были очень высокими у каждого этого переиздания игры. И вот эти вот ПК-шные продажи, которые в Steam недавно, буквально, их продемонстрировали публике, там продали несколько миллионов экземпляров GTA V буквально за первые сутки с момента релиза. Это просто нереальное какое-то количество. В общем, всё у них в этом плане идёт хорошо. Ну, может быть, и здорово, что на ПК вот такой хороший старт. Другие разработчики, может быть, будут побыстрее выпускать эти версии. А то они тоже там, ну, я не знаю, насколько это правда, насколько это сами разработчики будили. Может быть, это всякие хейтеры. Ну, ты же сам знаешь про это хейтинг. Типа, GTA, наверное, на ПК не будет, вы там всё срёте, ла-ла-ла. Но была такая тема, что, типа, зачем выпускать на ПК, никто там её покупать не будет, пираты всё спиратят, и как бы невыгодно. А вот тут, смотри, как бы оказывается, что все покупают. Ну, нет, на самом деле оно так не работает. Это, понимаешь, сейчас устоялся вот среди игровой аудитории, вот именно аудитории геймеров, геймеров, устоялось очень ошибочное мнение, то, что ПК-рынок, он неприбыльный. Почему-то, вот, безусловно, вот процент пиратства на ПК-рынке самый высокий относительно консоль. Ну, по понятным причинам, на консолях просто, ну, современных нету пиратства, в принципе. Поэтому на ПК, в принципе, пиратство единственная платформа, на которой пиратство существует, поэтому пиратство там вот выше всего процента. Это, как бы, само собой разумеется. Но, тем не менее, это не означает то, что ПК-рынок, он неприбыльный. Этого вот считают, разве что, я не знаю, там, какие-то старперы, когда поднимались вот эти вот все темы, то, что ПК-гейминг мертв еще, я не знаю, 10 лет назад, 15 лет назад, когда вот эти темы дискутировались, когда игровые приставки были игровыми приставками, ПК-были ПК, это было два абсолютно разных рынка, и было очень много вот таких вот дискуссий. Сейчас же совершенно другая ситуация, когда, ну, вообще, тема, дискуссия затрагивает такую штуку, как прибыльность на ПК-рынке, достаточно просто вспомнить Steam. Просто вот посмотреть, насколько и в каких количествах, да, там, продаются те или иные игры, и все стоит просто на свои места. И это все очень-очень прибыльно, и это рынок, который дает очень такую солидную денежку разработчикам. Другое дело, то, что на этом рынке надо уметь зарабатывать. И не только на рынке ПК, а на рынке вообще, в принципе, игровой индустрии. Вот Rockstar, ввиду своей исключительности, Rockstar, они единственные на игровом рынке, которые могут себе позволить издать одну и ту же игру несколько раз, с промежутком буквально полгода, да, с большой помпой и с большими при этом тиражами, соответственно, все это распродать. Потому что GTA, это, опять же, проект исключительный. Он выходит раз в 10 лет, его вся игровая аудитория ждет, просто неистого ждет, потому что в любом случае, если GTA выходит, это означает, что выходит какой-то хит. Все идут его покупать. И вот сейчас вот очень удачно так сложилось, то, что на переходе одного поколения в другое Rockstar три раза заработала на одном проекте. Это очень грамотное использование имеющейся ситуации на рынке. И я это все к чему говорю? К тому, что Rockstar'овцы, они изначально, как бы и планировали наверняка, вот таким вот образом поступить и отказываться от ПК рынка, чтобы сделать консольный эксклюзив там, хотя этого, кстати говоря, ни разу в истории GTA не было, поэтому это, в принципе, было маловероятно. Это было бы очень глупо с их стороны, потому что аудитория ПК рынка крайне-крайне высокая. Даже если посмотреть в среднем даже по странам, я помню, как-то была очень занимательная такая статистика пару лет назад, фигурировала в интернете, по поводу того, где, в какой стране, какие платформы популярны. Вот у нас в стране, кстати говоря, Россия, между прочим, она одна из лидирующих в плане платежеспособности населения относительно игр. Так вот, на секундочку. То есть у нас очень большая такая база игроков, которые способны покупать игры за деньги, покупать их не только на ПК, но еще даже и на консолях, несмотря на более высокую стоимость. И так вот, учитывая этот фактор, у нас в стране, например, где-то 80% по той статистике красивой, было написано то, что 80% у нас ПК-геймер. Остальное 20% это тоже, кстати говоря, достаточно немалая цифра, реально на миллионы уже идет перечисление, поэтому те 20% это тоже был очень большой такой сегмент рынка, на котором реально тоже можно солидные деньги очень зарабатывать. Это, соответственно, отказываться от тех вот 80%. Это, в принципе, ну, пш, это бред, бредуля, просто бредуля. И это мы говорим о платежеспособном как раз, о платежеспособном аудитории. И вот, продолжая тему исключительности, кстати говоря, робстаровцев, чем они меня вот в этом плане не радуют, но против этого, к сожалению, ничего нельзя сделать, потому что они уже исключительные, они единственные такие на рынке. Они мало того, что могут себе позволить одну и ту же игру издать, три раза с промежутком в полгода, как я вот уже сейчас говорил, да, они могут ее издать по завышенным ценникам на всех этих трех платформах. И даже на ПК-платформе, где ценники, в принципе, возятся вокруг полусотни рублей, вот сейчас по нынешним, да, вот если ценообразованием посмотреть, то в среднем сейчас вот игры стоят от 400 до 800 рублей. 800 рублей, кстати говоря, сейчас стоит буквально несколько проектов. Это вот я в стиме могу перечислить, это Ведьмак 3, Арма 3 и Days. Days и Арма, опять же, это тоже достаточно исключительные, феноменальные такие вот, да, вот ситуации, ввиду просто колоссального взрыва спроса на эти вот продукты в 2012-2013 году. И разработчики просто, в принципе, могли себе это позволить, и аудитория поддержала это. И вот то же самое сейчас происходит вот с GTA, да, вот Rockstar сделали ценник в 2000 рублей на цифровую копию игры, причем даже не важно, там, она на диске или цифра, она будет и там, и там стоить. 2000 рублей, ни одна ПК-игра, ПК-игра, ни одна в своем обычном издании, то бишь, ни коллекционной, ни премиум эдишн, ничего-нибудь, никогда не стоила 2000 рублей. Rockstar'овцы себе это позволили, и тем не менее, она сейчас вот по нашему локальному стиму, локальному, в смысле, российскому, если посмотреть по нашим чартам продаж, она занимает, тем не менее, первое место, несмотря даже на такой завышенный ценник, что еще один раз подтверждает исключительность, опять же, все вот эта ситуация, то, что все геймеры, они ждут этого проекта, они хотят этот проект, они готовы его потреблять, вне зависимости от того, сколько он стоит, вне зависимости от того, сколько раз его пересдадут, и вне зависимости от того, сколько раз он будет выпущен. Это здорово, если ты Rockstar'овец, но это, блин, это очень хреново, если ты игрок, потому что, с одной стороны, конечно, все здорово, то, что повышенные спросы, да, вот на ПК-версию, то, что ты сейчас говоришь, и все прочее, с другой стороны, плохие примеры, они всегда заразительные, вот, например, слава богу, сейчас особо, не особо подхватили эту идею Хидео Кодзимы с платными демо-версиями, например, да, привет, Metal Gear Solid 5, да, Grand Theos, который продается за 1000 рублей, Electronic Arts, они поддержали эту идею, был момент времени, когда они продавали демки новых проектов своих за 400-1000 рублей, было такое, они подхватили, но оно не ужилось, слава богу, оно укатилось, и вроде как и остальные разработчики не стали поддерживать все это дело, слава богу, но, ввиду того, что GTA и Rockstar, они лидеры рынка, они задают, ну, вообще, в принципе, они задают качественный уровень вообще по всем фронтам, качественный уровень самих игр, в плане техничного наполнения, в плане наполнения опенволдов, да, каким должен быть представление опенволда, юбисофт и все прочие ребята, они всего лишь последователи Rockstar в этом отношении, они ничего не заплетают, они пытаются лишь переплюнуть ту самую планку, которую задает Rockstar в своих играх, и вот, помимо вот этой планки качественной, с точки зрения игровой, да, они задают еще планку на уровне игровой индустрии, в плане как раз-таки ценообразований, и в плане моды, да, на переиздание, вот они сейчас вот поддержали, вот эту всю штуку, вот сейчас вообще, сейчас вот, очень многие отшучиваются, то, что сейчас идет такое поколение переизданий, в том плане, то, что сейчас вот вышло, например, вот новое поколение консолей, и 50, если даже не больше процентов игр на них, составляют игры с прошлого поколения, потому что они постоянно переиздаются, дабы разработчики побольше денег, соответственно, с этого дела все урвали, и все дела, и аудитория на это покупается, и аудитория это поддерживает, и Rockstar, соответственно, вот тоже поддержав всю эту штуку, со всеми этими релизами, они ставят лишь, ну, просто даже не то, что точку жирную, да, очень жирную запятую, то, что они продолжили всю вот эту концепцию, и она будет дальше, дальше вот все это дело развиваться. И то же самое касаемо ценников. Я очень боюсь, вот я к чему это все веду, я очень боюсь, то, что смотря, например, Rockstar-овцев, все остальные разработчики тоже будут поднимать свои ценники не до 800 рублей, как охуевшие CG Project Red, например, с Ведьмаком, да, это Ведьмак причем, Ведьмак, который стал ААА-проектом, только к третьей части, между прочим, и они вот сейчас вот охуели на то, что до такой степени, что они за 800 рублей продают обычную версию, и за 10 тысяч рублей коллекционно, за 10 тысяч. 10 тысяч? Да, ввиду того, что у них, когда они только анонсировали это издание, я еще помнится об этом говорил, кстати говоря, в чатике, они анонсировали издание, оно было уже тогда очень дорогим, оно стоило 8 тысяч рублей, потом произошла вся вот фигня с курсом, и после этой всей корреляции всех ценников, 8 тысяч рублей за коллекционное издание Ведьмака превратилось в 10 тысяч рублей. Вот, и это невообразимые просто деньги, просто невообразимые. И я вот к этому как раз веду, то, что вот сейчас вот кташечка вышла голая, ни коллекционно, ни коллекторс эдишн, ни премиум эдишн, вообще ничего. Вот обычная, обычная вот игра, и она стоит 2000 рублей, ее покупают многоленными тиражами, поэтому очень великая вероятность, что разработчики подхватят все это дело и будут поднимать свои ценники и дальше, дальше вот этой плашки максимуму 800 рублей, я наши 2000 рублей такое посмотрел, бля, два раза в магазин сейчас сходить, думаю, да и хер с ним куплю. Ну да, ну да, ну да. ГТА, блин, всегда во все части с третьей играл, как бы, ну, блядь, надо, надо поиграть. Не стал давиться, жопиться. Но другие, вот, которых я так никогда... Да я и ГТА-то особо не ждал, кто-то знает. Но вот всякие другие, какие-нибудь там, Баттлфилды, еще какая-нибудь дребеденек, они там тоже часто ломят какие-то нереальные. Хотя это, конечно, коллекционки, но там все выше 1000 точно было. Мне сегодня вылезло, типа там, этот, Far Cry 4 тоже за 1000 там с чем-то рублей. Да-да-да. Я думаю, нахер надо. Она, кстати, настолько унылая игра. Оказалось, третье-то было повеселее. Всякие Ведьмаки, Metal Gear, я даже боюсь смотреть, сколько они там стоят. Там, да, они, конечно, там чувствуются, будут драть деньги. Ну да, да-да, и аудитория, она, ну, готова тратить, она демонстрирует свою готовность тратить такие деньги. Ну, это наши, мне кажется, это люди нашего возраста подросли и решили для себя, типа, ну, у меня игры-хобби, я готов на них деньги тратить. Да-да-да, все так, все так. Ты думаешь, ну, на что еще тратить? На рыбалку? Неохота ходить? Это неохота. Ну, буду наигрывать. Да-да-да, все так, все так. Тем более, даже жопу открывать не нужно. Про зашел Steam купил, тут же тебе оно поставилось, если ты не шагаешь. Тебе, кайф. Ну, вот мне, например, очень не жалко было отдать большое количество денег FromSoftware, вот они недавно выпустили Bloodborne, и я Bloodborne купил два раза. Я купил цифровую версию и купил, как называется, Nightmare Edition. Вот самое дорогое издание, там, с пером, с тушью, с колокольчиком, с игрой в стилбуки, с артбуком, там, со всеми этими делами. Ну, это очень забавное, такое вот издание, мне оно вот очень понравилось. Вот, и я вот дал очень большую сумму денег в сумме за все это дело, вот, и я вот нисколько не жалею. Я вот очень хотел поддержать этого разработчика, и я, в общем-то, это сделал. Тебе это уже все пришло? Да, да, ко мне все пришло. Я не особо не хвастался совсем. Да, я не хвастался? Одна разница. Показывал его, ни перешни, ни артбука. Да, ладно. Там, короче, перо, прикинь, как сказать, артс, я вообще я. Я не хочу, я не люблю особо материться, но просто приходится. Я охуел. Вот просто вот ко мне приехало это издание, я его начал распаковывать. Ну, там, понятное дело, вот эта вот игра в стилбуке, это в железной коробочке красивый, там все понятно. Артбук, вот артбук меня расшировал, кстати, он очень маленький оказался там. Ну, знаешь, формат, я не знаю, дай бог, опять, наверное. Он, конечно, с твердой обложкой, со всеми делами, ну, блин, ну, артбук опять формат, ну, пф, ну, это не серьезно вообще. Потом дальше начал раскрывать, он типа многослойный такой, ты слой за слоем вот так вот открываешь что-то коробочку, и там на каждом слое своя вот как бы няшечка. Вот, а после артбука там идет блокнот, блокнот для зарисовок. Он стилизованный под блатбором такой, короче. Ну, у меня пронеслась мысль, что я буду брать этот блокнот на следующие свои зарисовки с натурой и буду рисовать там, соответственно, какие-нибудь рисунчики, какие-нибудь скетчики. Потом следующий слой, это был колокольчик. Помнишь, что это все тема с колокольчиком выглядела? Вот, и вот там, короче, тебе реально из железа выкованный колокольчик, прямо вот в этом вот издании. Он такой небольшой, правда, но тем не менее, он там изменит, там со всеми делами, там красиво весь из себя. И последний слой, это самое главное как раз, это набор для каллиграфии. Я от этого просто охренел. Во-первых, сама коробка просто шикарная была, во-вторых, я охренел от качества материала. Я думал, что вот это перо, оно типа, знаешь, стерилизовано под гусиное, типа такое, да? Я думал, что это, ну, я не знаю, какая-то, не знаю, синтетика, подделка, что-нибудь. Я охренел, там настоящее гусиное перо было. Настоящее. И при этом оно еще прокрашенное, там, ну, чтобы оно там было готишное, черное, да? Аккуратно подрезанное, чтобы это выглядело еще очень красиво. Дается три насадки для перьев, соответственно, там вот, есть плакатные и есть несколько, соответственно, ну, такие более тоненькие уже перышки. Вот. И плюс к этому дается пузырек с тушью, с красной тушью, типа под кровь такая. Вот. И что забавно, у этого пузырька, вот он именно, знаешь, очень клево оформлен, именно такой пузырек. Там сама пробочка, она сделана из воска, из красного воска. Ты должен прям откупорить этот воск, чтобы из этого пузырька ты смог вылить там тушь, соответственно. В общем, короче говоря, ребята постарались на славу, очень здоровское издание такое получилось. Прям вот порадовался. Надо это, чтобы ты показал это все на каком-то там закрытом стримце. Вообще без проблем, без проблем. Только напомни, я только с радостью. У меня вот, я как раз-таки в это вот это все богатство, эту всю красоту обратно упаковал в свою коробочку, вот эту вот. Но поэтому там прям получится. А, да, я еще забыл, там же это все упаковано в потрясающую красивую коробку, стилизованную под стопку книг. И коробка это сделала из железа. И короче, такой-то ничего, грубо говоря. А, с вырезанным, да, прямо там? Там прямо, знаешь, там не вырезанное? Я просто смотрел этот Артур, который Black Silver, он показывал какой-то там супер-пупер-эдишн, только для релизеров, но он его на отъебись показывал, за секунд пять пролистал и швырнул на стол. Я же охерил от такого отношения. Хотелось бы, у нас, что кто-то рассказал, показал со всех сторон, показал. Да, без проблем. У него была какая-то книжка, внутри реально прям тайник был. У тебя тоже такая же книга? Нет, нет, там другая штука. Короче, то, что получил Артур, это издание для прессы. Это специальное такое было издание. А у меня издание, оно для обычных покупателей, и там не книжка, в которой была дырка, а там стопка книжек, которая стилизована, точнее, которая представляет из себя коробку, но стилизованной под стопку книжек. И, ну, я не знаю, я лучше это один раз покажу, чтобы понять мне было. Кстати говоря, если будет желание, могу даже после стрима продемонстрировать, в общем-то. Окей. Или, в общем-то, если даже интересно, я не знаю, зрителям будет, могу, в общем-то, даже под конец, как-нибудь, даже во время нашего вот этого совместного филсидушного стрима что-то такое соорудить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, ту-туру. Отличный вопрос. Кос или косм? На самом деле, я настолько понял, оно не принципиально. Вот, судя по всем репликам персонажей, которые употребляют, да, вот эти вот слова, они постоянно говорят, что косм, или же так же известный, как конс. вот именно в нос вот эта актер-развучка вот эта вот говорится очень таким прям смаком, прям с очень большим удовольствием, прям слушаешь, как он просто произносит. Ёчка тайм, правда, можно устроить Ёчка тайм. Кстати говоря, да, пора, 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 пора. Пойдя, сейчас мою вещьку нарисую, пойдя, нечка. лыбан, ну, , Хико, ты с нами? Да, я с вами, а что? А, во, а то я просто испугался, там вот экранчик почернел и подумал, что все оборвалось, все сломалось, но нет, сейчас все вернулось, нормальненько так стало, а кого рисуешь, кого рисуешь? Там какой-то персонаж с котиком, там какой-то мужик с котиком, я не знаю кто это, но мне понравилась идея котика, поэтому... Отлично, отлично. Не то, что такой брутальный мужик, а такой милый котик. Я вот сейчас гуглю как раз, кто это. Комната, тоже интересно стало. Только там по-русски написано. Все посмотрим. Блин, там уже у меня все медленно грузится. Такой тупой интернет. А, это сам анимешка, где такой белобрусый парень и... Ну, в общем, сейчас скину в чатик. Давай, давай. А, сейчас, блин... А, парад смерти, да, в парад? Такой, с белыми волосами и с закрытым глазом. Угу, 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 угу. Так... Блин, даже картинки не прогрузились. У меня сегодня интернет действительно какой-то очень медленный. Скорее бы уже нормальное найти, блин, жилье с нормальным интернетом. А как там, кстати говоря, у тебя с процессом? Нашла уже чего-нибудь? Эээ... У меня до этого было как? У меня просто тупо не было денег. Угу. Снять. Снять. Я до сих пор не могу определиться. У меня три места, где я могу жить. Это на... Как бы на западе, на востоке или на юге Москвы. Где? Где именно, не знаю. Снять. Ну, кстати говоря, знаешь, вот если... Везде одинаковые. Угу. Угу. Везде одинаковые что? Угу. Там просто прервалось. Везде одинаковые что? Ну, везде... И цены одинаковые, да и условия тоже одинаковые, в принципе. А, понятное. Ну, там, наверное, и доступность до кольца тоже одинаковая примерно получается, да? Да, 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 да. Единственное, там, где метро Сокол, там, ну, далековато, правда. Угу. От Москвы самой. Угу. Угу. Ну, не знаю. Не знаю где. Ну, вообще, на самом деле. Ну, я же... Ну, я же... Я же говорила, что я хотела попробовать устроиться в ZeptoLab, но я не знаю, нужна ли я там вообще. Что значит, не знаешь, нужна ли ты там вообще? Попробуй, попробуй и узнаешь. Нет, нет, нет. У меня просто не очень неловкая ситуация. Дело в том, что они меня три раза туда звали. А-а-а. Три раза я им отказывала. А-а-а. Это было бы актуально еще, да? Вот если они тебя еще хотят, то ну отлично. Ну, а если не хотят, то ну и ладно. Что-то такое. Это было самое... Самое забавное, что меня звали в 2011, в 2012 и в 2013 году. То есть там с промежутком я просто переписку свою сейчас посмотрела. У меня там письма за разные года. Но это было давно уже. Да, слушай, напиши им. Ты же не будешь им писать. Так, вы что-то мне не писали давно. В 2013 году я от вас ничего не получил. Вот я вам сейчас сама написала. Ты же так не напишешь. Поэтому пиши и пусть они вспомнят про тебя. Не, на самом деле, серьезно. Мне кажется, ничего. Не, и еще загвоздка в том. Загвоздка. А меня нормально слышно? Или я все еще прерываюсь? Ты иногда прерываешься. И я насколько понимаю, мы с тобой друг друга слышим с перерывами небольшими. То бишь как бы не реал тайм, а с паузами какими-то. Да, да, да. Я тебя слышу, знаешь как? Я тебя слышу с перерывами. Да, да, да. Причем повторяется на эту же букву, как будто ты заикаешься. Вот. А, проблема еще в чем? Я туда хочу попробовать пойти только после того, как я закончу с Эрогей игрой, с этим заказом. Потому что у меня еще на два месяца просто выше крыши рисовать и очень все забито. То есть, если я сейчас пойду, нет смысла. А жилье надо искать в каком-нибудь районе поближе к работе. Вот. Ну, как бы у меня два варианта. Либо поближе к работе, либо в любое рандомное место. Да, слушай, на самом деле я бы просто посмотрел на то место, где находятся все потенциальные места работы. Да, если они не находятся в каком-то там, ну, на краю Москвы, если они, в принципе, где-то возле центра, я бы на твоем месте просто взял бы на автозаводской, допустим, какое-то там жилье. Либо вот на любой другой станции, которая близко к центру находится. И все, в общем-то, и все. Ну, в чем лучше. А ты говорил, что там недалеко где-то. Какая станция метро у тебя? Вот от меня недалеко как раз ки автозаводская находится. Я на Коломенской живу, и следующей как раз ки автозаводская. А, ясно. Там, причем, вот фишка в том, что доступность кольцевой линии там вообще просто шикарная. Там от автозаводской едешь просто одну остановку, буквально следующая остановка Павелецкая – это уже кольцо. Может, там, соответственно, уже пересаживаться никуда надо. То бишь, там он очень хороший. Ну, да. Но я же там жила. А, вот тем более. Я жила на Дубровке. Точнее, даже не Дубровке. Я жила между двумя станциями, между Дубровкой и автозаводской. У меня тогда дом прям там был. Вот. Годик я там прожила. Поэтому я знаю, там район действительно клевый. Да, да, да. Он очень красивый. Там очень много интересных, клевых мест. Я вот очень люблю там гулять. Там есть на что посмотреть. Поэтому, короче, не думай. Бери на автозаводское жилье и все будет хорошо. Есть еще вариант поискать, например, там, где снимаем, ну, снимем жилье на два или три месяца. Ну, я такие объявления тоже находила. Вот. Но еще меня смущает то, что там нужно комиссию агенту сто процентов платить. Я такая, а, боже, комиссия. За то, что он сидел на попе и ничего не делал. У меня так жаба душит вообще. Отдавать эти деньги. Угу. Это если я найду комнату, например, за 17 тысяч, я 17 тысяч заплачу, как бы, этот депозит, ну, который в конце возвращается, и еще 17 на руку агенту. Три раза по 17 тысяч. Ахренеть. Ну, вот я жмот. Ну, как тебе сказать жмот? Три раза по 17 тысяч это достаточно весомые деньги. Поэтому тут, да, я бы тоже задумался бы трижды. Стоит я на того. Жуть у вас там в Москве. Как-то я на эти 17 тысяч здесь могу жить и даже ипотеку и квартплату заплатить. Еще и на пиво останется. Так в качестве приятного бонуса. Ммм. Да. Да, кстати говоря, ребята, давайте сохранимся. Если вы этого еще не сделали. Так. Пойду-ка все-таки чайку. Так. Я tailorю себе налью. И так далее. но если смотреть объявления на сайте циан например там везде все с агентами где найти без агента откуда я знаю не буду же этом ходить по объявлениям смотреть я смотрю в интернете в интернете размещают объявления в основном агенты чем я довольно достала уже эта тема с жильем что такой геморрой я получается с прошлом году когда у нас был этот комикон в октябре в октябре у вас октября прошлого года я не могу найти себе квартиру до там еще к концу года все это хель начал с падением рубля ну да сейчас мне знакомые такие говорят вот сейчас цены на жилье в москве упали легче найти дешевую все такое да ни хрена все они а еще что меня больше всего бесит то что вот например по 13 тысяч 14 тысяч квартиры комнаты не квартиры комната стоит там какой-то как будто там какая-то старушка сдохла реально все-таки совковые ковры на стенах пол какой-то деревянные непонятные вообще ужасно все это выглядит вся сантехника убитая все ржавое на фотографиях которые укладывают даже такие все такое ужасное кошмарное а там где более-менее чисто там аренда комнаты уже двадцать пять тысяч не знаю поклеили покрасили в белый цвет стены и положили на пол не знаю линолеум купили и киевский диван за 10 тысяч все можно брать за эту комнату двадцать тысяч бесспорно она именно столько и стоит описала то что у меня было с моей квартиры когда я купил вот это вот совковые обои и страшно я вспомнил или или еще объявление есть очень забавные сдается комната а в комнате ничего вообще она пустая и при этом 18 тысяч еще плюс коммунальные это должен платить там за интернет по счетчикам за электричество должен платить и все такое это просто наживая цель на нужде людей надо квартиру хоть убейся начинает ставить условия какие-нибудь захерить ну всякую и раньше квартиру снимал тоже она пустая была но я за нее платил вообще копейки которая певс который меня поперли потом три пицца всего за него платил и за за свет еще платила за страну сами хозяева платили это что-то в области фантастики слушай ну это провинция и они были они были знакомы и поэтому они сдавали когда когда у них вернулся сын в эту квартиру жить меня поперли я стал искать замену и уже столкнулся как раз не со знакомыми там уже от 7 по моему такие же квартиры вообще без всего шарпаные какие-то то есть как бы разница сразу два раза сейчас как бы живу знакомых а у них тут квартира такая ну наверное если бы я в этой квартире снимала себе комнату то эта комната стоила бы 30 тысяч рублей для несчастная комната что тут очень шикарно у них все завинаешь что-то бывает вот на стриме показывают как выглядело так видеть автор жорж до ремонта первый день когда я зашел после покупки свою квартиру как выглядело тот еще ад там с семидесятых годов не было ремонта в принципе жесть да мне так лень рисовать как всем нам как всем нам да ладно зато здорово получается пока я пока девочка-то и можно и не рисовать там естественно как это а так 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 тут кстати говоря пока девочка time думаю сейчас продемонстрировать издание лотборно сейчас только камеру расположу полагается сейчас я на секунду даже да ты звуку сжат же отожми а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok пипец, но я обновил он все равно. А ты попробуй прямо в самый край передвинуть ползунок на ютубе. Самое актуальное было. Так, сейчас, секундочку, сейчас вернусь. На интернете уже не хватает, что бейстримы, все показывал. Так, и я снова с вами. Ну как там получилось до актуального состояния примерно перемотать? Вроде бы, я пока только стол вижу. Я уже там коробочку достал, там все дела, поэтому да, наверное сейчас будет рассинхрон все равно, к сожалению. Ну ладно, вот вижу коробочку. Я, кстати говоря, сейчас вот смотрю, но я все равно буду очень размеренно сейчас показывать, да, поэтому там, наверное, нормально будет соотноситься с картинкой. Я только сейчас заметил то, что на этой стороне есть небольшой дефект в оформлении. Я только сейчас его заметил, до этого я как-то не обращал на это внимание. Как бы все хорошо, все здорово, там вот эти вот края вот обрамлены под эту вот стрину, тут вот типа потрескалась краска, как бы все здорово, под отбором написано без ошибок. Nightmare Edition, PS4, даже FromSoftware правильно написано. А вот только на PlayStation написано неправильно. Здесь написано не только на PlayStation, а здесь написано Олька на PlayStation. Привет, Олька! Да, Олька! Олька! В общем, очень забавно. Причем от T, между прочим, здесь можно увидеть маленькую такую точечку. Я сейчас попытаюсь ее показать. Да, видно, видно, да. Вот такая вот точечка. А вот очень забавно, на самом деле. Причем, знаете, вот учитывая то, что здесь такие пятна крови, такое ощущение, как будто человек писал только на PlayStation, только наоборот, да, PlayStation на только, но не успел дописать его, кто-то в спину пырнул ножом и так и осталось. Пикс, там тебя в чатике просят, вытяни руку. Вытяни руку. Еще разок для фанатов. Вытягиваю. Вот такие вот пальцы, вот такие ногти, все как обычно, все как обычного человека. В общем, вот такая достаточно массивная коробочка, она еле-еле влезает в кадр. Вот. Сейчас попробую ее с разных сторон показать. В общем, это вот у нее задница вот такая вот привлекательная. Это вот ребро со скриншотами из игры. Причем, что интересно, между прочим, вот сама вот эта коробочка с очень интересным покрытием. Она как бы картонная, но покрыта она каким-то прорезиновым материалом. На ощупь крайне приятная. Такая она даже матовая, махровая, что ли, даже не знаю, что-то вот такое прорезиновое, короче говоря. Вот 18+, запрещено для детей. Поэтому, ребята, если кому-то из наших зрителей не исполнилось еще 18, но смотрят наш стрим, ай-яй-яй, нельзя, 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 нельзя. Ну, на обратной стороне, на другом, точнее, ребре, здесь тоже скриншоты показаны, кратенькое описание. Причем, знаешь, что меня вот очень милил Lars вот на этой вот стороне? Это вот это вот. Здесь написаны и нарисованы награды, которые получила эта игра. Там на выставках всяких и позитивные рецензии от журналов. Здесь, соответственно, написано то, что игромания говорит, что новый мир и глобально пересмотренная боевая механика. GM Box там тоже какой-то комментарий выдал. И посередине вот эта вот крохотная маленькая вот эта желтенькая вот золотистая иконочка. Это не что иное, как, блин, это награда за лучшую игру для PS4 с Игромира 2014 года. То бишь, награда с прошлого Игромира, на котором мы, собственно, вот участвовали в октябре месяце. Вот, так, ну а теперь возьмем, наверное, вскрывать все вот это вот дело. Хотя оно и так уже вскрыто. Здесь особо интриги в этом нету. Вот здесь можно уже увидеть такие металлические отблески. Здесь, причем, ребристые вот эти вот штуки. Если особо не присматриваться, в общем-то, вот к этой коробке, то, в общем-то, можно даже и реально подумать, что это реально такие книжечки выставлены. Потому что реально читается, как вот реально такие вот твердые обложинки выпирают оттуда всячески. Так, сейчас будем это старательно вытаскивать аккуратненько. Сейчас вот перевернем коробочку. Опа! И вот такая красота перед нами предстает. Сейчас мы попробуем ее аккуратно перевернуть. Между прочим, обратите внимание, что мало того, что ребра между книжками, да, вот здесь вот есть, они также присутствуют. Вот эти вот выпирающиеся, выпирающие поверхности и на самих корешках. Они тоже создают очень такую победительную картинку. То, чтобы реально я сейчас держу в руках не просто какую-нибудь коробочку с игрой, а самое что ни на есть, настоящие книжечки, книжолечки. Вот так вот это все дело выглядит. Причем, кстати говоря, что забавно, на книжечке, с которой, собственно, начинается весь этот рядочек, написано «Гордо Бладборн». А с другой стороны у нас, как ни странно, кстати, вверх тоже написано «Бладборн». Жалко то, что текстурочка не объемная, но это было бы уже, конечно, чересчур, наверное, в плане детализации. И, собственно, открываем, приоткрываем завесу тайны, и перед нами предстает первый слой, самым важным. И вот как раз-таки вот то, о чем я вот говорил, да, здесь многослойная конструкция, здесь всего пять, по-моему, слоев, и на каждом слое своя фишечка, своя няшечка. На первом слое самое главное, сама непосредственная игра. Игра в металлическом стилкейсе, она, как видите, запакованная, потому что мне смысла ее распаковывать нету, в очевидном причинам. Ну, потому что у меня цифровая версия есть. Также тут дается еще код, который я вам не покажу, потому что я его еще не активировал, но знайте то, что там код есть со шляпками для посланников. Если кто не знает, посланники – это маленькие такие очаровательные существа, вылазивающие из земли и показывающие предсмертные записки игроков, а также их предсмертные последние мгновения. Вторым слоем у нас идет арбучик. Вот такой вот маленький, размером как раз-таки с диск. Вот сейчас вот нужно даже соотнести их размеры. Вот это вот диск, коробка с диском, а это, соответственно, сама коробочка, в смысле, сама арбучик. Абсолютно идентичные у них размеры. Арбучик у нас с твердой обложечкой, крайне тоненький, вот так, косенький. Страничек здесь, я так думаю, наверное, штук 50, наверное, я так думаю, не более. А тут они по номерам, кстати говоря. Да, 47 страниц здесь. И, в общем, сейчас попробую показать, что же там за красота, собственно, находится. Сейчас коробочку надо только в сторону отставить, чтобы освободить пространство. И вот, собственно, арбучик. Маленький, крохотный, как вы видите, арбучик. Он даже хрустит. Да и правда. Да, он очень маленький, очень маленький. Причем это преступно, преступно маленький арбучик. А почему? Почему маленький? Можно подумать, что там артов так мало или что там. Понимаешь? Да. Или это все ужато. В этом заключается вся вот преступность вот этого события, вот этого вот действия со стороны тех людей, которые составляли это издание. Потому что посмотреть. Ты только посмотри. Я не знаю, здесь за счет бликов плохо видно, но здесь потрясающие детализированные пейзажи, арты. Просто это само преступление их печатать вот на таких маленьких листочках. Их нужно печатать, я не знаю. Вот, ну, посмотрите. Здесь целая панорама. Ну, печатают еще, чтобы с денег срубить. Да, определенно, определенно. На самом деле, вот такие штуки надо печатать как минимум на 3 формате, чтобы все вот разглядеть каждую деталь. Потому что если такой просмотреться, здесь реально просто дофига всего. Просто дофига. Но ничего этого, по сути, не видно именно из-за размера. Из-за маленького-маленького размера. Вот здесь, собственно, кстати говоря, показана самая первая локация игры, с которой ты, собственно, начинаешь. Это вот лечебница. А это локация перед запретным лесом. Точнее, который находится на локации запретный лес. И на этой мельнице можно встретить очень спорного и очень интересного НПЦ, который может повлиять на события всей дальнейшей твоей игры. Все зависит от выбора самого игрока. Правильное решение он примет или неправильное. Вот этот арт у меня вызывал очень-очень много вопросов. Очень меня интриговал. Потому что, когда я в первый раз прошел игру, я такой, я задумался, а почему я там не видел вот этой зимней локации, которая была продемонстрирована в этом артбуке? Оказывается, то, что я просто-напросто не заметил этой локации, и я ее пропустил. И во втором прохождении, собственно, это уже наверстал. Там вот совершенно чудесная зимняя локация. Я крайне обожаю зимние локации в Dark Souls, и поэтому очень рад, что в Bloodborne тоже появилась такая зимняя локация. Тоже все очень здорово, все атмосферно нарисовано, но, к сожалению, нифига не видно. Я смотрела обзор, и там как раз чувак говорил, что в Bloodborne это единственный разработчик игр, который позволяет себе такую роскошь делать незаметные локации, проходы, которые игрок может даже вообще не увидеть. Это правда, это правда. Это странно. Это, правда, очень щедрый такой жест со стороны разработчиков. Они мало того, что могут запретать каких-нибудь боссов или врагов, они могут запретаться таким образом целой локацией. Это сущая правда. Я таким образом пропустил за первое прохождение раз, два, три, три локации. Три локации. Я о них даже не подозревал то, что они там существуют. Они, оказывается, не существуют. Причем локации достаточно полноценные. Там с боссами, с новыми врагами и со всем таким прочим. Блин, ну видно, конечно, хреново. За счет бликов там нифига не рассмотреть. Я, в принципе, эти концепты видел, если честно. Они по сети лежат. Так-то я смотрю, узнаю и все. Понятно. Уже сосканили. Ну, часть они выкладывали в пресс-релизах. Народ говорит, это лолибук. Лолибук, да, это правда. Или пробник кардбука. Поехать. Да-да-да-да-да. Не, на самом деле, наверняка, скорее всего, разработчики выпустят впоследствии нормальный артбук с нормальным размером. И, скорее всего, я его тоже куплю. Но вот это вот, то, что я сейчас держу в руках, это на самом деле сущее издевательство. Вот это, кстати говоря, самая первая бронька в игре. В общем, денег не хватило. Может быть, может быть. Хотя, в то же время, вот это издание, которое я сейчас показываю, оно не дешевое. Я за него отдал 8 тысяч рублей. Мне кажется, что за 8 тысяч рублей можно было положить и... Ребят, это обычная тема. К анимешкам такие артбуки часто прикладывают вообще ни о чем. Маленькие, акуции. Там вот, знаешь, может быть даже вся прелесть, если здесь хоть немножечко больше информации дается о мире. То есть, в довесок к тому, что ты раскопал в самой игре. Потому что я специфика игры сам знаешь. Как тебе думаешь? Докапывается на все. Ну, если здесь вот вау, клево. Вот этого я не видел. С красным фоном. Прям твои эти скетчи какие, вот эти с красными штуками. Такое ощущение, что я смотрю твой артбук. Ха-ха-ха-ха. Занятно, занятно. А вот, кстати говоря, няша наша любимая. Скетчик как раз таки с ней. Я все равно запаздываю попом, я комментирую чуть-чуть сейчас с опозданием. Угу. Понято, понято. О, да. Акул полка. Здесь вот в скетчике оружие. Мой любимый молот, с которым я прошел всю игру. Я прошел и причем я на него пересел на середине первого своего прохождения. Вот на это вот оружие, оно абсолютно замечательное. Оно считает в себе и тяжелое оружие, и легкое при этом одновременно. То бишь там из этого молота можно достать меч и использовать меч как быстрое оружие. Или соответственно там под ситуацию адаптировать нож, в смысле меч, засовывать в молот и соответственно уже махать с ним молотом, да. Если тебе нужно больше в дамага соответственно добиться от этого оружия. Очень удобная вещь. При втором прохождении я его наконец-то прокачал до максимума, потому что опять же при первом прохождении я не заметил всех материалов необходимых для апгрейда этого оружия. Я только при втором прохождении смог уже наверстать и проапгрейд всего до 10 левая. Огнестрел. Причем кстати говоря, если мы память не изменяет, вот этот огнестрел, который вот на правой стороне изображен, он является не только огнестрельным оружием, но также еще и оружием ближнего боя. То бишь он раскладывается до состояния винтовки, а в сложном состоянии им можно дубасить противника. Но я здесь могу ошибаться. Я просто помню, там есть несколько оружий, которые сочетают в себе и дальнобойное и ближнего боя соответственно. Самый первый босс игры, по крайней мере для меня он был именно самым первым. Клерик Вист, который мы встречаем на мосту. И кстати говоря, мы вот когда в связи с чем анализировали этого босса, обсуждали его, дискутировали, поймали себя на очень такой занятной мысли, что мы очень восхищаемся его звуковым сопровождением. вот этими звуками, которые он издает, они реально потрясающе звучат. Я нигде такого раньше не слышал, оно очень так прям ужасает. Особенно когда ты прям в первый раз бьешься с этой вот махиной, и он издает нечеловеческие вот эти вот крики, а оно прям производит очень такое прям эффектное впечатление. И затем мы стали сегодняшним анализировать, а откуда все-таки этот звук, какое же у него происхождение. И нас внезапно озарило то, что в качестве основы звуков, криков этого существа были взяты кудахтанья петуха. Просто пропущенные через дисторшн, более увеличенные по частотам, да, и там гидроизмененные. По крайней мере вот наша закатка вот именно такова, потому что правда очень похожа. Вот эти няши просто очаровательные. Мои самые, наверное, любимые противники во второй локации игры. Соборный округ называется эта локация. И там появляются вот такие громадные титаны. Такие вот скелетоны, я бы даже сказал бы. Когда их в первый раз видишь, то немножко выкладываешь из-под себя парочку кирпичных заводов, потому что эта махина, она где-то, я не знаю, раза в четыре, наверное, больше тебя. Игрок по соотношению с ним, да, где-то, наверное, роста вот такого. Ну да, там в два-три раза получается выше. Собственно, оттуда же тоже с соборного округа вот эти вот ребяточки. Это вот модификация вот этих вот гигантов. Это третий босс игры. Если проходить его по обычному прохождению, как задумывали разработчики, если не идти в обход через оборотня, вот то, о чем я говорил в начале стрима, этот вот босс будет как раз-таки в церкви заброшенной. Я его называю мясная тряпка, потому что у него на башке мясная тряпка. Здесь, на самом деле, очень интересный такой дизайн. На скетче оно не особо так наглядно выглядит, но в самой игре очень впечатляет. Дело в том, что вот эти вот мясные лоскуты, которые не спадают с его головы, это на самом деле спинные мышцы, которые оторвались от его спины и свешиваются прямо вот вниз, закрывая его голову, закрывая вот нижнюю часть его торса и выглядит крайне эффектно. Крайне мерзко. Да-да-да, на самом деле. Я уже сказал, да, свое мнение, как молодые дизайны. Они клевые, но они, блин, крепотные. Ну да, но мне, честно говоря, очень нравится вот эстетика вот этой вот игры. Она, знаешь, не настолько омерзительная, что правда настолько вот мерзкое впечатление оставляла после себя. Она просто осадочек, осадочек какой-то оставляет. Знаешь, такой, даже сказал бы, деталь, что ли, я не знаю, задает вот ноточку настроения, что ли, необходимого. Но при этом самосудие... Там сам эта жизнь появляется уже подальше. Вначале там всякие эти оборотни, лохматые, всякие там разодранные. А вот эти вот полупауки, полугидры какие-то непонятные. Яр, победишь, чемпи, полусекомы. Вот они реально уже от них как... Есть такое есть. На самом деле очень странное сочетание, ну, последовательность артов в этой книжечке, потому что вот сейчас вот я держу разворот, на правой стороне которого нарисован один из рядовых мобов с самой начальной локацией игры, центральной Ярном. И слева изображена, я не помню, как ее зовут, девушка, женщина, барышня, которая дала рождение, скажем так, дитю, из-за которого весь сыр-бор в игре и происходит. Очень странный выбор, на самом деле, последовательность артов, крайне странный. Вот я вот сейчас посмотрел на эти правые скетчики, они мне очень напомнили нашего Андрея Леонидовича, художника без обоя, потому что по манере крайне очень похоже. А слева вот здесь вот изображена у нас ведьмочка из... Блин, не помню, как называется... Малельный холм называется локация, и там в качестве босса выступает именно вот эта ведьмочка. Подлый босс, на самом деле, потому что фишка его заключается в том, что... Спойлеры-спойлеры, если что, то выключайте ваши колонки и все такое проще. Фишка его заключается в том, что ты когда замочишь вот эту ведьмочку, она старается... Она сама не атакует, ну, практически не атакует, она иногда захватывает игрока, ну, крайне редко. Она плодит мобов, молодых ведьмочек, они прямо из земли такие выстают и начинают коцать игрока. Так вот, фишка в том, что тебе нужно замочить вот именно как бы ее, да, вот как источник вот самой вот этой вот магии. И как только ты ее замочишь, внезапно появляется ее клон, точно такая же ведьмочка с полным хелс-баром, и ты ее должен вот уже вот ее, соответственно, замочить. То бишь вот этого босса нужно замочить подряд два раза, чтобы его, соответственно, отдалять. Так, ну здесь рядовые враги из первых локаций. Причем очень обидно, на самом деле, из-за этого оборотня. Вы только посмотрите на него. Он здесь такой маленький, то что очень даже жалко его становится. Потому что в самой игре он представляет из себя такую достаточно, ну, ощутимую опасность. Поначалу ты вообще его очень сильно пересираешь, когда видишь этих оборотней перед собой. Потому что они сами по себе громадные, они опасные, они убивают себя с 3-4 ударов, особенно на низких ловов. И они всегда представляют из себя вот такую проблему. А тут их изобразили такими маленькими-маленькими, в уголочке так скромненько, с сереньким цветом их обозначили. Вороны даже больше их раз в несколько. Даже как-то обидно за них. Так, слева здесь у нас изображен Герман, я насколько понимаю. Это чувачок, который окажется, на самом деле, далеко не тем, кем казался в начале игры. А справа изображена самая настоящая тварь. Это бобенка с колокольчиком, который призывает злых игроков к тебе в мир. И, соответственно, пока ты ее не убьешь, тебе будут постоянно в мир врываться игроки, которые будут всячески тебе препятствовать. в дальнейшем прохождение. Это босс из данженов. Чалис данжен. Очень такой простенький, на самом деле, босс. Такой клон-ситер. Это, кстати говоря, тоже. Это все пошли монстры из данженов, которые в синглплеере, в обычной игре, в обычной компании не появляются. Вот, собственно, that's all. Здесь показали, дай бог, процентов 40, наверное, 50 где-то всех монстров игры в этой маленькой ничтожной фишечке. Вот еще раз, для соответствия размеров, да, вот эта вот коробка из-под диска, это вот, собственно, милипидрически это ничего не сказать. Так, далее. Ай-яй-яй. Следующий слой у нас содержит блокнот. Да, собственно, вот он. Блокнот у нас аналогичного размера, точно такой же, как и артбук, точно такой же, как и коробочка из-под диска. Представляет из себя вот такой вот блокнот с чистыми листиками, которые обрамлены такой вот имитацией под старину, под чуть-чуть подожженные странички, подгоревшие. К сожалению, принт это повторяется из страницы в страницы, поэтому попахивают немножко копипастом и немножко портит впечатление, подкашивают общую реалистичность, так сказать, да, вот этих подгорелых страничек. Но, в целом, конечно, приятное такое дополнение. Блокнот как блокнот. Блокнот. Следующий слой. Это у нас колокольчик. Он у нас кроется вот в такой вот коробочке аккуратненькой. С надписью BloodBorn. Открываем ее и видим сам колокольчик. собственно так он выглядит звенит тут особо комментировать нечего поэтому просто показывать я очень надеялся призвать кого-нибудь на помощь при помощи этого колокольчика когда сам колокольчик внутри игровой не работал подобающим образом и когда мне нужна была помощь другого игрока он его просто-напросто не вызывал я пытался ему призвать при помощи вот этого колокольчика тоже нифига не помогло короче говоря то есть он как-то на гарнитур может реагировать да не это я просто шутка юмора не более того соответственно последний слой это вот собственно набор с тушкой с пером и совсем таким прочим каллиграфический набор большая коробочка блаборн с надписью блаборн все это просто сегодня в гта играла там была опция когда грабишь магазин там прямо написано кричите что они в гарнитуру тогда он будет посредине собирать да 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 можно 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 поддействовать там еще кстати говоря не знаю там говорилось не говорилось ты можешь стрелять вокруг продавца он тоже будет быстрее я может пропустим так что-то у нас хика отвалилась кстати так сейчас я перезвоню тогда ладно так ну собственно последняя коробочка хик ты с нами они не с нами еще не с нами очень подключается ладно и пока последнюю коробочку так покажу и там открывается вот такая вот красота значит во первых здесь вот такая тяжеленькая черепушечка который можно взять кинуться и кого-нибудь уебать потому что она правда очень тяжелая я не знаю где-то наверно грамм 300 400 как бы не соврать как-то так в общем такая достаточно весистая вот она представляет из себя не что иное как подставочку для пера вот так вот это все дело крепится и вот так все это дело держится черепочек не скажу то что вверх красоты но то что он сделано из металла и то что он такой тяжеленький внушает конечно доверие и уважение как здорово выглядит собственно сама перышко самое настоящее перо если вот такой посмотреть у нас здесь увидеть как раз так вот эти вот ворсиночки которые характерны именно для настоящего пера то о чем я говорил оно здесь было красиво вот так вот вырезано чтобы более аккуратная форма придана этому инструменту и вот в этот держатель в свою очередь уже рисовываются вот эти давай уже вытаскивайся вот эти очаровательные перышки всего их три штуки вот так вот они выглядят разной толщины перышки это по-моему самый толстый так хика пишет еще раз так чё-то чё-то занято пишет у меня не работает функция присоединиться я не знаю почему но самое главное что то что решили момент так и соответственно помимо самих перышек и помимо вот этого пера здесь также у нас располагается еще и сама тушь сейчас покажу пузырёчек и сам пузырёк выглядит таким вот образом здесь очень красиво как написано блатборн с красивыми такими обрамлениями с красивым оформлением по краям шейк before use написано я не знаю насколько хорошо видно но там тушь красного цвета вот она как раз бликует всячески красными оценками а верхушечка то о чем я уговорил состоит из воска соответственно вот такой вот наборчик пора возвращаться к рисованию дяди володи круто я просто с запознания все смотрю минутный наверное если не двух минут на запоздание картинки не могу никогда это решить даже обновление не спасает только сейчас я вижу что ты там показываешь пузырёк не у тебя одного у меня а у меня перо показывает и все у тебя теперь все убрано и переключилось вот я все увидел клево вот так перья это такие прямо такие с наконечниками правда там мне показалось очень толстая срезка на наконечнике да на самом деле это правда там я тоже я уже привык знаешь вот к российским советским этим перышкам где там прям очень очень-очень тоненькая прослоечка а здесь она достаточно массивная вот хрен знает я еще пока в работе их не использовал надо будет как-нибудь заценить в боевой ситуации ну таким со срезкой зато круто рисовать такую каллиграфию какую-нибудь с расширяющимися вот этими завихрениями то тонкий то ты рисуешь там полмиллиметра в линию ничего с ним не сделаешь а здесь можно от тонкой к широкой переходить каллиграфической стоять росписи эпичные тогда начать хоть покалякать да надо бы надо бы ой тут уру для меня самая главная загадка это дверь возле чувака с шаром я не знаю как ее открыть у меня есть предположение то что эта дверь будет вести в dlc будущее но если она сейчас ее в принципе как бы ну можно открыть если разработчики вели такую возможность но просто они пока еще никто не знает то блин я вообще без понятия как ее открыть при помощи тех предметов которые имеют располагаешь на данный момент а я там уже все облазил все что можно и 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 sí но с и и и и и и и и и Я на самом деле вспоминаю даже, ну далеко за примерами ходить не надо, вспоминаю прошлогодний Dark Souls 2, который я тоже купил в коллекционном издании, я отдал за него тысячи четыре, наверное. Я получил игру для PS3, которая стоила в рознице две с лишним тысячи, я не знаю, не изменяю, и получил 30-сантиметровую фигурку главного протагониста самой игры безымянного, там в одной есть броник, плюс к этому артбук, и плюс к этому карту мира, и плюс к этому еще саундтрек, и сама игра еще была в стилу Кейси, потому что это, ну куда более богатая такая вот, я считаю, комплектация, чем вот у этого коллекционного издания Bloodborne, и стоило оно в два раза дешевле. Курс творит, конечно, чудовищные вещи со всеми этими вещами. Ты еще говорил, что там было какое-то японское издание, только для Японии, отличающееся вроде как. В Bloodborne-то? Угу. Там знаешь, чем было? В Bloodborne-то? Да-да-да, там клали не колокольчики, там клали молот-меч, вот как раз и тот самый, о котором я вот рассказывал, мое любимое оружие в Bloodborne-то. Что-то я вспомнил, реклама была коллекционки Бедьмака, я не знаю, это там был прикол чей-то или реально, там же этот бюстик Гер-Гера. Да-да-да-да-да. Он такой был уродливый. Я помню, кому-то выпал вот такой вот экземпляр. Я сам не знаю, это фейк такой или это правда такое произошло, но учитывая то, что эти бюстики, они полуручной работают, то бишь там делалась какая-то формочка, но вручной они все равно допиливались. Я не исключаю вероятности то, что есть такой какой-то счастливый экземпляр этого Ведьмака с таким несчастным бюстиком самого Герлита. Да, я помню эту картинку, она прям очень вспоминающаяся такая. Так, Крика, что-то опять исчезнет, пишет, скайп опять глючит. Ну-ка, ну-ка. Так, щас, щас позвоним. Лео? Да, я тут. Вот, отлично. Что-то прям их скайп сегодня у нас хулиганит. Нарисуй что-нибудь новенькое. Давай. Эту картинку потом напишет, допилю. Что-то она у меня превратилась совсем не в то, что я хотел, не то, что я копировал. Нас стримы будут посмотреть, этих чуваков, может быть, лучше повезутся. Ну да, повдохновляться немножечко. Хорошо, шутка. Там фикс гвозди забивает уже. Ммм, почему? Там кто-то гвозди забивает, судя микрофоном. Судя по звукам. Это я, наверное, пошел в шоу. Оверлум, мне кажется, это очень популярная картинка, и она легко гуглится. Если там, допустим, ввести, там, Ведьмак 2, Кайкрос Эдишн, там, Скайпчер, Эльбюст, Геральт, наверняка там выпадет что-то в картинках. Добавляйтесь. Первая. Субтитры делал DimaTorzok 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 Публикация ссылок запрещена Что ты будешь делать? Ютубчик Короче, ребята, я сейчас запрос Вам просто скопирую, по которому я нашел Мы так в объем На слух Вот и собственно Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Вот седьмая картинка в запросе Это вот оно Мустащик, а по какому запросу Ты искала? Интересно стало Боже мой, на этот бьется Конечно, Геральт Он прекрасен Че ты? Геральт, раз, не нахабь Пробил это Ты прикинь На самом деле Покупаешь коллекционку Ведьмака второго Думаешь, ой, сейчас будет круто Коллекционка, Ведьмака же Достаешь там артбук, игру Там вот это все дело И потом бац Видишь там этого Геральта Это же, типа, реальная история Когда с ЕБЭ продали или нет Ты вот про Абестик вот это вот Да, да, да Я на самом деле вообще без понятия Что это за история Я никакого бека не знаю Просто вот есть вот эта фотография Я вообще думаю, что это фейк На самом деле Просто такой кастом Но если оно реально так было Это, конечно, очень люто, дико Смешно, конечно Теперь этот бюст может продать В 10 раз дороже Только из-за того, что это мемный бюст Да, да, да Он уникальный еще, добавок к всему Не просто Он уникальный Такого больше нету Ручная работа Это как история с Соником Мем же начал гулять по интернету Где Соник нарисован так очень ужасно Карандашами как будто Стремно А потом его расфорсили И сейчас выпускают фигурки Этого ужасного Соника Да, ладно, серьезно? По-моему, это все-таки был фейк Да, прямо фигурка тоже, по-моему, была фигурка Да Но могут подхватить запросто Да, я видел несколько раз ретвит этой фигурки Это, помнишь, был мега-ролик Готто го фаст Такой идиот И он там прыгает и бегает Такой смешной Соник Вот прямо его взяли и мега-ролик не сделал Учитывая то, что вообще какая сейчас ситуация с Соником происходит Но мне кажется, что единственное, что Сега может сделать для привлечения внимания от аудитории Это только, разве что, вот такими вот, двухкрасами делать фигурки из Саника. Точно, да, Саник. Мне правда очень грустная сейчас ситуация со всем этим делом. Сейчас вот этот вышел Соник Бум, тот который с редизайнами вот этими перебинтованными, которые взорвали просто интернет и фейн-базу, соответственно, Соника. Они просто все негодовали, почему их сделали, почему их всех перебинтовали, почему они все такие опасные, почему они все такие крутые. Ну, нарочи-то крутые в смысле. Если честно, если честно, то все из них более-менее нормальные, кроме Наклса. Наклс-качалка, это просто... Да, это правда, это правда. Слушай, тебя так сейчас здорово отсензурило. Это вообще очень круто. Скайп тебя отсензурил. Короче, ты вот сейчас говорил, ты сейчас сказал, это пиздз, и, знаешь, пауза такая, скайп, спасибо интернету. И потом спустя там несколько секунд, сдец. Ну, в общем, это правда, да. Все остальные персонажи, они смотрелись норм, правда. Мне они тоже, ну, как, ну, они симпатично смотрелись. Мне они глаз особо не кололи. Но суть не в этом. Суть в том, что вышла потом сама игра Соник Бум, она называлась. И она была полным, тотальным провалом. Просто провалом. Вот она, как игра, была очень-очень плохая. И журналисты, и игровая аудитория очень плохо их приняли. И очень, очень плохо, короче, все. Очень все плохо. Последняя хорошая игра по Соник Вселенной, которую я могу вспомнить, это Соник Дженерейшнс, разве что, которая вышла пару лет назад. Вот она была такая, интересная достаточно. А все остальные проекты, последние по Сонику, они что-то, блин, что-то вообще ужас какой-то. Я не вижу. Я что-то вспомнил этот обзор, вот этот Angry Joe, который, он там купил какой-то Соник, по-моему, для, что там, Wii U-то это тоже Nintendo, да? И там нужно было управлять, по-моему, еще какой-то херни или там на камеру на какую-то вставать. У него ничего не получалось. Там такой был офигенный разнос этой игры. Он даже поехал в магазин и там ее швырял в магазине обратно, вернулся мои деньги. Ну, может, постановка, конечно, была, но мне еще нравятся эти его ревью, где он так прям очень эмоционально критикует их всю эту фигню, если плохая игра. Проникаешься так, да. Настолько плохо. Ну да, на самом деле, это вот очень такой тонкий достаточный юмор, скажем так. Тонкий не в плане того, что сам юмор тонкий, а в том плане того, что его очень легко подать не в развлекательном характере. То бишь, когда ты вот именно через негатив пытаешься развеселить аудиторию, да, вот как вы пытаетесь как раз Генгри Джо, Генгри Видеогейн Мёрд, да, это вот надо вот определенно все-таки какую-то волну вот иметь, чтобы вот когда ты ругаешься, чтобы было вот то, как ты ругаешься, чтобы это было весело. Это вот дорогого стоит, на самом деле. Да. Потому что так вот начнет какой-то другой там человек ругаться, у тебя уши завянут сразу же, ты подумаешь, блин, чувак, все, мы поняли, тебе не нравится, все, лучше замолчи и все, окей, мы поняли твою точку зрения. А так, чтобы вот он ругался, что прям хотелось дальше послушать, чтобы это было весело, чтобы это было прям задорно, чтобы ты прям даже захотел разделить его точку зрения, вот это вот, это редко, это талант нужен. Мусташик, да, Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, замечательные игры были. Мне, кстати говоря, первая часть Sonic Adventure в свое время, вот когда я еще играл в них на Dreamcast, первая часть мне показалась куда лучше второй, кстати говоря. Я только потом уже, спустя очень-очень много лет, понял то, что вторая часть, она все-таки лучше была, чем первая. Вот очень забавное такое вот наблюдение, вот как вот с возрастом, да, ты вот меняешь свое отношение на диаметрально противоположное просто. Ну, старшик, а тебе, кстати говоря, какая больше часть нравится? Первая, вторая, Sonic Adventure? Хика, а ты играла, кстати говоря, Sonic Adventure? Не играла? Да, да. А тебе какая часть нравится? Первая, вторая? Ну, мне обе понравились. Обе. В принципе, все, что вот до вот этих игр нравилось, а потом действительно что-то у тебя. Ну да, после Dreamcast там резко все пошло не так у Секи, вот по всем фронтам просто. Единственное, что хорошо было в плане их франшиз, да, это только у Virtua Fighter разве что. Я помню то, что пятая часть, которая выходила на PS3- Xbox 360, она была замечательной. Я очень с большим удалом. Я большой фанат Virtua Fighter, и пятая часть, она была, ну, замечательная, реально. А все остальные их игры, они прям либо сдулись, там и все сиквелы Crazy Taxi, вот первая и вторая часть были замечательные, они вышли еще во времена Dreamcast, а потом там были еще сиквелы, они были ужасными просто. С Соником тоже все было ужасно. Я еще играла в ту часть, где... А какая часть была там, где на сноубордах надо было скользить? Там еще появились как раз крокодил, вот этот огромный сиреневый, и вот эти персонажи. Слушай, хрен знаю. Это, наверное, спин-офф какой-то, я так думаю. Я помню, на Dreamcast'е выходил Sonic Shuffle, там... Нет, блин, мне это... А где Pix? Я здесь. Я что-то прослушал. Тебя не слышно было. А, да? А что я говорил? Тебя не было слышно. Ага. Ты сказал Sonic Shuffle и оборвалось. А, а, окей. Просто я... Я ж не знаю, где я там обрываюсь, поэтому могу не сориентироваться. Я говорю то, что... Возможно, ты говоришь, что... А нет, просто долго было не слышно. Ага. Понятно. Ну, в общем, я говорю то, что Sonic Shuffle, возможно, это та самая игра, которую ты сейчас вспоминал, про... Ну, там, где появляются как раз крокодилы и прочие вот эти персонажи. Я помню, там куча мала была из персонажей. Это была какая-то спин-офф игра, не относящаяся к основной хронологии, просто какая-то... Я не знаю, пати-гейм такая. Наш ответ... Марио Пати. Там можно было разделить на два экрана и с двумя игроками играть. Вот, в принципе, мне тогда понравилась эта часть. Вот как раз и та часть, в которой первый раз появляется вот этот белый, белый персонаж. Забыла, как их, блин. Летучая мышка, которая... Противоположность, который умеет поднимать телекинезом или каким-то волнами предметы и летать еще. Белый такой. Я даже такого не знаю, кажется. Ну, он появился самый такой старый персонаж из вот этих всех новых. Чатик, вы наверняка знаете, о ком я. Муз-тащик, поиграю в Sonic Generations. Оно... Вот оно, как раз-ки, вот самое то. Еще ОК Sonic Advance. Sonic Advance, который выходил на ГБА и Sonic the Hatch. Ну, короче говоря, 4-я часть Sonic. Которая выходила и на ПК, кстати говоря, и на прошлое поколение консолей. Тоже вроде неплохая была. Там ее, правда, поделили на 3 эпизода. Очень странное решение делить платформер на 3 эпизода. По типу Half-Life. Сильвер? Говорят то, что Сильвер. Да, да, да. Не знаю такое. Да знаешь ты. Не-а. Не, он появился, видимо, позже моего увлечения вселенной Соником. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, впервые представлено в игре Sonic the Hatch-Fock 2006 года. Я уже, как раз-ки, вот здесь, вот у меня вот очень сильно угас интерес к этой серии. Поэтому, да, его я уже не заставил. Ну, он очень крутой. Наверное, у меня вот из любимых персонажей это Shadow, вот этот Сильвер, ну и Наклс немножко. Мне тоже Shadow нравится, на самом деле. Несмотря на всю его такую нарочитую крутость, такую прям, что он такой прям весь из себя эджи такой, да, опасный, опасный Соник. Несмотря на это, он мне все равно очень нравился, я помню, в детстве, ну как в детстве, у меня тогда было сколько там лет, 14-15, наверное, в юности. Ну вот, мне тоже очень понравился этот персонаж. Наклс, я помню, мне вот с детства очень нравился своим дизайном, вот именно с детства, вот когда я еще вышел в четвертую часть Соника, когда был первый дебют как раз-таки Наклса, в Соника Наклс, как раз-таки для Sega Kinesis, просто потрясающий дизайн был. Мне очень нравились вот эти шипы на его кулаках, мне очень нравились вот эти вот его шипы на голове, вообще здорово просто. Да, у меня стоит его фигурка. У меня знаешь, у меня были, было время, когда издавали сотки по Сонику, у меня были даже биты, биты вот как раз на эту тематику, и я помню, она из биток была с Наклсом, я очень ее любил. Блин, это так давно было, да? У меня черный экран. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас у тебя там Shadow, Sonic и Silver. Задержка, конечно, адовая. У меня просто периодически черный экран выскакивает. Да, бывает, бывает, бывает. На Ютубе я смотрю наши стримы, у меня там черненькая сейчас. Да, бывает, бывает. Я так думаю, наверное, это из-за коннекта, из-за интернета. Потому что все остальное вроде нормально. Ну да, XSplit, наверное, просто пытается восстановить... Угу. Блин, мустащик говорит, что в четыре года играл в Sonic Adventure, и я себе это просто... Вот у меня, у меня просто это не помещается. В четыре года играть в Sonic Adventure. Четыре года! Четыре года было бы тогда человеку! Господи! Jesus fucking Christ! Мне, когда было четыре года, вышла первая часть Sonic, кажется. И я тогда вот очень сильно запнател по его внешнему виду. Или когда он там вышел, восемьдесят, восемьдесят девятый, восемьдесят восьмой... Блин, я, честно говоря, не помню. В восемьдесят девятый, скорее всего, год. Это мне было два года. Узнал я его, скорее всего, уже со второй части, которая вышла уже в девяносто, девяносто первый, девяносто второй год. Как-то так. Мне свои четыре года вообще смутно помню, если честно. Вот так вот просто кидкостью задуматься. Ну да, 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 да. Чё-то там в садик детский ходил, чё-то из этого духа там. Да, вот у меня тоже очень... Какие игры там, ну чё-то там, не знаю, игрушки какие-то обычные, детские. Да, воспоминания, они как-то начинаются, не знаю, с пяти лет далее. Более такие, сформированные. В приставках тогда даже никто и не знал у нас там вообще, в принципе. Это уже в школе, там, класс третьего, четвёртого. Ого. Всякие дэнди там и прочее. Это очень запоздало. То есть где-то там в Москве. Уже во все это рубились, во всё это всё настолько появлялось. Я ещё помню, что почти что сразу одновременно появилась и Sega, и она считалась очень крутой, вот эта вот чёрная такая. То есть вот эта вот дэнди, эта херня, типа Sega, это круто. Они уже были в одно и то же время, но Sega достать было нереально. Если кому-то покупали, тогда было прям что-то за гранью фантастики. Блин, клёвая. Дэнди-то уже считался гранью фантастики. Мустащик клёвый у тебя, мама и папа. Вот всё, что я могу сказать. Очень, очень круто. Я не хочу. Блин, клёвая. Смотри, куклы. Ну, я не хочу. Наши камеры. Лёвая. Херни-то. Поймай. Так, 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 так. Между Соником и Кила Килл это же, это в чем же? Это вот в Рёка, в том плане то, что у нее волосы становятся золотыми и она превращается в супер Рёка. Ну, так-то откровенно говоря, Соник, в общем-то, тоже вдохновился этой идеей из Dragon Balls, например. И там была как раз вот эта идея Соника-Суперсоника, была позаимствована именно оттуда, там, где главный персонаж, я не помню, к сожалению, как его зовут, тоже когда превращался в супер свою версию, у него тоже становились золотыми волосы, и он обретал суперсил. Потому что это такой достаточно, ну, популярный ход в японской подкультуре, который активно эксплуатировался разными сериями, разными франшизами. Хэншин. Да. Он самый. Да, Хэншин-то я думал, он вообще там древний. В самых там ранних анимешках уже был. Да, 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 да. Просто они там друг с другом драли, да драли. Здесь просто вот именно вот сама вот визуальщина того, то что, да, барон Влад Гоку, его звали Гоку, да. Постоянно забываем. Здесь просто сама визуальщина, вот, заимств... Заимствов... Заимствованность образов. То, что когда Хэншин происходит, то чувак превращается в нечто с золотыми волосами. И золотые волосы сразу подчеркивают то, что у него суперсилы появились во время этого Хэншина. Соответственно, вот в Драгонболсе это было, в Сонике это было, в Киллокиле, соответственно, это было тоже упомянуто. Я помню, у меня в детстве вообще вот эта вся идея превращения в суперсоника просто неимоверно нравилась. И, кстати говоря, между прочим, эта идея была также еще поддержана и западными товарищами, которые делали «Черепашек-ниндзя». Там они ввели такое понятие, как «Супер Шреддер», «Супер Мутанты», «Супер Леонардо», «Супер Рафаэль». И там вот в разных, соответственно, эпизодах комикса, и даже это было в фильме, как я говорю, показан «Супер Шреддер», в частности, было бы демонстрировано вот эти вот хэншины такие своеобразные. Это было так круто! «Супер Шреддер» «Супер Шреддер» «Рапain» «Всех» «День туман» «Супер Шреддер» А тебе какой хендшин больше всего нравится? Вообще? Да-да-да. Ну какая же тема такая зашла? Прям вот все тайтлы, не важно, новые или старые. Ага. Но самый такой запомнившийся, самый такой оставивший отпечаток, прям вот то, что вот вызвало в тебе прям такое, знаешь, истинное, истинное такое чувство кайфа, такое, знаешь, ты почувствовал крутость прямо от этого, что вау, хендшин, это так круто. Сейчас подумаю. Ну скорее всего это Гуренлаган. Там совсем, нет, там на самом деле хендшин, когда они соединяются, там еще такая длинная вставка, когда они трансформируются. Наверное тогда я испытывал самые прям такие чувства. Бля, бля, да! Каждый раз, когда они трансформировались в это объединение, там просто для кого они начинались. Ты уже знаешь, что сейчас всем просто задницу надерут. Да-да-да-да. Это правда-правда. Хик, а тебе какой хендшин больше тебе нравился? Слышишь нас, не слышишь? Боже мой, знаешь, да-да. Первая мысль, которая мне приходит в голову при слове хендшин, это, конечно, solar moon. Но вот именно нравится, именно нравится, блин. Так сходу и не вспомнишь. Я просто настолько много их уже пересмотрела. У меня уже даже целая такая подборка была на ютубе, где из разных мест разные хендшины. Блин, я так не вспомню. Еще вспомнил, было недавно год назад, как же там, что-то... А-а-а! А че там, че там? От создателей страйк-витчей? Угу. Что-то девит, там че-то такое, короче. Там были очень клево нарисованные хендшины. А-а-а! Я тебя понял! Там такие очень клево ассо-анимированные секвенции, там где юбочка еще поднимается, да? Да-да-да-да. Я тебя понял. Органическая часть какая-то там проявляется. Угу. Да-да-да. Блин, вообще нереальные хендшины, правда. Сама аниме тупое, но вот именно хендшины очень белые. Правда, они потом их стали повторять, то есть, ну, просто цвет волос там менять и прически девочкам. Угу. А вся остальная секвенция повторяется, но... Отстраняйся, вот это вот самое первое, которое они показали. Да-да-да. Тут только первый раз видишь, думаешь, ну, ни хера себе! Угу. Вот это круче! То есть, прям здорово-здорово санимировано. Я тоже не помню, как называется. Да, вот, Вивидред Оперейшн. А-а-а. Лесбо хендшины. Да-да-да, они там, что докинг надо было поцеловаться, чтобы с хендшиниться. Да ладно, серьезно? Да. Они как бы сама по себе хендшиниться, а потом они еще две девочки друг с другом целуются, и Юрий Хендшин происходит, и они там в мегаверсию превращаются. Ха-ха-ха. Они становятся одной девочкой. Ха-ха-ха. Да. Я единственное только из-за хендшина посмотрела все аниме. О, просто. Я не осилил больше там двух-трех серий, потому что оно такое тупое. Э-э-э. О, кстати, да, дай пасть. Прям это пупание главной героини превращается в хомяка или что за такое? Ха-ха-ха. Что-а-а? Да, там было такое. Ну, пупание главной героини ученый, он случайно подвергается какому-то там лучу, превращается в хомяка и становится маскотом всего аниме. Ну, это все объясняет. Ха-ха-ха. Отлично. Блин, вот вы сейчас вот рассказываете, и даже не хочется верить, что это аниме само по себе плохое вышло. Прям вот, и папа не хомяк, и замечательные хашины. Ну, оно не столько прямо ужасно, но оно такое глуповато. Оно же фан-сервисное такое вот. Рисовка очень клевая на протяжении всей осени мы такая прям, все няшечки-няшечки такие. Ага. Но мега-сюжеты там, ну, фильм знает. Да, там просто из каждой серии в серию только одна единственная мысль. Типа, мы девочки, мы должны быть друзьями, мы должны дружить друг с другом. Там одну девочку потом кинули, ну, она подумала, что ее кинули, потом были страдашки-страдашки, вот все вот такое вот. В Мадоке мне не нравились хиншины, они такие неплохие, но... Единственное клевое, хиншины в Мадоке были в последнем мульке. Там еще более-менее они как-то поинтереснее сделали, они там танцуют, вы разное эти. Но это, скорее всего, такое исключение, шахтовская шахта, чисто в шахтовском стиле все сделал. И вот тут правильно упомянули, да и бастер, там не совсем хиншин. Но когда Ноно осознает, что она бастер-машина, там, конечно, да, очень эпично сделана самой, чисто по сюжету. Когда она все мечтает управлять этими роботами, там, как-то перед своими этими друзьями выпендрится, и вдруг она осознает, что она сама по себе там имеет оружие, начинает выдавать люлей там всем этим вражинам. Это, конечно, круто было сделано. Но там не совсем хиншин, там по-другому сделано немножечко. А, ну да, 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 там. Топ. Нужно было содрать себе одежку. Это в Dibuster? Да, Topless. А, да, 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 что такое было, да, 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 да. Я очень давно смотрел, надо пересмотреть Dibuster, потому что я уже многие моменты просто-напросто забыл о туре. Но, да, Topless я что-то такое помню. Мадука клёвая Махасёдзе, но она клёвая сюжетом, переживанием героев, а не графоном. Он графон там клёвый, конечно, по-своему, но если сравнивать чисто вот прямо выдвинуточность анимации, плавность линий, там всё это, знаешь, там построение персонажей. Они очень стилизованные такие и очень часто едут и плывут, как мыльные в Мадоке персонажи. Например, тот же Red Operation, там вот они удрачивались графоном, там они все ровненькие, красивенькие, прям вот линия к линии, цвета, вся вся анимация очень чёткая. Она, конечно, выигрывает, но по сюжету проигрывает, там Мадока берёт своё вот это вот именно сюжетом и стилем рисовки такой более упрощённым. Так-то если сравнивать, там Шафтал вообще любит косиполить с анимацией, там решать всё очень по-простому, говорящими головами, простейшими фонами, каким-то там простейшими анимациями, изредка делая такую какую-то в кавычках Сакуга анимацию, там, да, например, подъезд камеры к персонажу, или там медленное поворачивание, выворачивание шеи персонажа с вот этой вот характерной, голова на бок. Ну вот такими всякими фишечками они берут. Не мега крутой анимацией, это какой-нибудь, где там всё-всё прям проанимировано. А такими вот решениями, я бы даже их назвал дизайнерскими, даже не выдраночность анимации, а какое-то дизайнерское решение цвета и композиции с минимумом анимации, но зато какое-то построение кадра необычной, композиция и положение камеры, и за счёт этого вот это такое, о, лё, лё... А Мадока, да, она брала тем, что милые-милые персонажи, и вдруг тебя их начинают убивать, и вообще такая жесть и грим-дарк. Да, да, да. Я помню, как ты советовал Мадоку к просмотру одному своему другу, и он доверял всегда моему мнению, и вот когда он мне потом рассказывал, вот я потом сел смотреть по твоему совету Мадоку, и я смотрел первые серии, и я понять не мог, что Костян находил в этом, там же девочки сюсюкаются, там что-то они там чуть ли не пироженки кушают, а лявки Йончик, да и всё такое прочее. Что он здесь нашёл, что здесь такое... Ну, как только я там досмотрел до такой-то серии, там вот как-то там началась вся вот эта вот как раз-таки заваруха, всё, я сразу всё понял, и это стало одним из самых моих любимых аниме, говорят. Да. Ну, поначалу, да, он такой, поначалу вообще просто не мог понять, чё такое, почему Пикс мне это посоветовал. Ну, она, кстати, с первой серии немножечко так уже готовит, показывает вот эти вот необычные Мир ведьмы, потому что нигде не использовалась такой мерафон для создания антруажа, да, вот эти вот аппликации двигающиеся, какие-то триповые, ну и в самом начале какая-то драма уже, пока Мадоку спит там, ну и где-то ту падающую хамуру, уже тебе подготавливаешься, чё-то какой-то там пипец намечается. Я вот тоже как вот с засмотренным таким глазом, я вот тоже когда смотрел Мадоку, я с одной стороны вот глядел первой серии, я так вот понимал, что они вроде милые, но в то же время в них есть какая-то закавыка, что-то они скрывают. И там, вот я вот уже об этом не раз говорил, я помню, я это говорил даже ещё 3 года, или 4 года назад, когда Мадока только-только вышла, я восхищаюсь дизайном Кубея, Кубея, ну вот этого существа Билла. Да, он криповый. Потому что сразу, как только ты его видишь, ты не испытываешь к нему какие-то умилительные чувства, хотя вроде как он сделан по канонам умилительного маленького маскота существа. И сразу, как только ты его видишь, ты чувствуешь, что за ним что-то есть, что-то с ним связано нечистое. И потом, когда там все карты уже раскрываются, и когда ты понимаешь уже всю, ну, в чём соль происходит, и всю сущность этого персонажа, у тебя прям взрыв мозга. Тем временем у нас сейчас ночь, и давайте, ребят, ещё минут, наверное, 10-20 постримим, и давайте завершаться. Полчаса, там, наверное, часть только Bloodborne смотрели. А, ну да, кстати говоря, да. Если, конечно, у вас там никуда не подгоняет. Иг, ты как? Полчаса норм? Отвалилась хика. Смотри. Да, кстати говоря, совсем отвалилась. Сейчас ещё раз перезвоню. Блин, со скайпом вообще беда сегодня. Просто беда-бедулечка. Там вот Хибики и Юки Нагата. Я обе эти видео смотрю. На Нагата я тут, правда, ругался, но я всё равно стал смотреть дальше. Потому что... А, погоди, оно сейчас уже выходит, да, ещё с новинью? Да, всё, оно пошло. А, надо будет поглядеть. Ну, сразу, знаешь, воспринимай, как какой-то фанатский фанфик. Да, ну, знаешь, оно, по-моему, всячески старается всем своим видом это показать. Ну, потому что, блин, то, что они взяли диаметриально противоположную общую стилистику, отличающуюся от Кьюани, мне кажется, это ему только способствует, только помогает воспринимать это как нечто, ну, отвлечённое, не связанное с оригиналом. Расти Рейн, тебе спасибо за видяшечку. Надеюсь, что срастётся у нас топлив сотрудничество. Поглядим, посмотрим. Надеюсь, у тебя там всё суть, чем получится. Уверлу спрашивает. Арс, ты дальше будешь стримить? Наверное, нет. Ну, что я сегодня встал как нормальный человек, потом уже в сон гонит. Так что, скорее всего, выключусь. Ну, посмотрим. Увереним. Как поощущению им повезло. Завтра чую очередные наброски пропущу. Номер сдаём. Блокада как раз-таки первый. Волнение берёт, знаешь, уже два месяца не выпускал комиксы, и тут вот прям вот хочется всё прям до идеала довести. Подмазываю там все неровности, все неровные линии, перерисовываю какие-то кусочки комикса, какие-то выражения лиц перерисовываю. Чтобы она аккуратнее смотрелась. Прям волнение берёт. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эффекты клевые, но анимация этих... Хуже, чем в некоторых фанатских роликах... Продолжение следует... 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 копипасть это сильно и некоторые гейки не нравится мне правая рука надо ее перерисовать что такое улыбка понятное дело что можно привыкнуть такой внимания то это всегда такое первое впечатление а потом вроде как привыкаешь чушь говорить когда первый раз смотрел мадоку я там в чатике где мне его рекомендовали первые 10 минут пока я смотрел стебался над тем какие там дизайны персонажи я уже эту историю рассказывал но потом я смотрел серию до конца и уже перестал стебаться вторую серию смотрел молча после 3 серия уже прям такой ох ох ах и а я еще запоздал как раз тогда она была ангоингом но я уже три серии вышла я 3 3 серии посмотрел и есть такой о фига круто четвертую серию ждать пришлось неделю я уже прям ждал такой с нетерпением я помню как все ждали последний серии мадоки ты помнишь эти мучительные недели там что с цунами там перенесли а да тармайльн на 2011 год да скипались в чатике в этом типа ага засирал засирал хамору а теперь она твоя вайферка ха-ха-ха-ха господи ребята вы только вслушайтесь арс в свое время засирал хамору а к этому ещё у нее дизайн как будто и сковороды по башне Ну они потом раскрыли её как персонажа и всё, я всё полюбил. На самом деле правда, особенно после той серии, где рассказали про её прошлое, её сложно не полюбить, мне кажется. Ну там, где рассказывается про саму суть, как она путешествует во времени. Блин, это просто серия была, мозговзрывательная. Это как раз была та серия, которая обрывалась от трансляции. Ты её самую слезливую серию смотришь и потом бац, у них цунами случается, дополнительный такой ещё эффект накладывался. Трансляцию отменили, ты садишь с Японии, какой-то пипец творится. Потом эта Фукусима началась, как раз после цунами, там всякие трагедии. как раз эта ведьма со штурмом, которая разрушает город. Прямо как будто в ИРЛ всё перенеслось. Мне кажется, это сильная популярность аниме повысила, потому что она шла в такое трудное для Японии время и сюжет пересекался очень сильно с этой катаклизмом. в аниме катаклизмом, который уничтожает город. Вот это вот Голгун Тургеева ночь, на которую они охотились. Всё никак не могли победить её. И тут такое же прям что-то происходит, прям страдашки-страдашки. Такой пакт. Пакт. Не, Бакимона Гатария сразу полюбил, чему-то с первых серий и прям запал в душу. Я, правда, ещё не зажравшийся был, я как раз переехал и нарвался до нормального интернета, и как раз выходила, ну, она была онгоингом, но уже запоздала на тот момент. Серии 7 вышла, наверное. Мне её посоветовали, стал смотреть. Что-то как-то сразу же понравилось. Стиль необычный. Такой, ни разу не видел. Сюжет такой занятный. Мне, на самом деле, Бакимона Гатария тоже очень сильно зашло, именно за счёт даже не сколько сюжета, персонажей, графики, стиля и всё прочего. Сколько за счёт самих диалогов. Диалоги там были совершенно не анимешные. Вообще ни хрена не анимешные. Вот я вот сколько лет смотрю аниме, на секундочку, где-то... Блин, 15 лет смотрю аниме, господи. И смотря вот сериалы, вот даже современные, да, и слушая вот как разговаривают персонажи, ты понимаешь, что будет дальше, какие будут обороты речи дальше, какие будут реакции, какие будут ответные реакции, ну и всё такое прочее. Ты понимаешь схему, вот как оно всё это работает. В Бакимона Гатарии эта схема катится в жопу. Просто там диалоги абсолютно уникальные и их очень интересно слушать. Ты не знаешь, как они обернутся в следующей фразе. Ты не знаешь, как персонаж отреагирует на ту или иную фразу. И дело не в том, что ты плохо знаешь персонажа, а дело в том, что персонажи, они здесь, ну, мне по крайней мере так показалось, они в достаточной степени живые. Это вот как вот с реальными людьми ты вот общаешься, да, и не можешь предсказать, что вот на эту фразу поступит именно определенная реакция, потому что всё-таки люди живые и поэтому как-то реагируют, они всё-таки отреагировать могут по-разному, несмотря на то, что ты человека даже знаешь. И вот здесь вот то же самое, вот эта вот непредсказуемость, вот эта вот такая нелинейность, я бы даже сказал, вот эта живость, она вот очень сильно меня подкупила, это реально очень круто было. Икс чё, анимешник? Чё, аниму смотришь? Я знаешь, в первой серии там, конечно, Гахара-чан цундуля такая, уже так немножко настораживает, интерес проявляет. Но вторая серия, где она угнетала Арараги у себя в гостях, раздеваясь перед ним и одеваясь, и снова раздеваясь. Вот это меня просто покорила, вот эта серия. Вот это вообще просто, я ни разу нигде не видел, понимаешь, чтобы вот так вот издевались над персонажем, так изощренно. Такая прям цундуре-цундуре, вредная-вредная, а в конце серии она такая, ау, и дыре проявляет. Да-да-да-да-да. Ау. Я помню, мне очень понравилось, вот как заканчивается первый сезон Бакимонагатаре, там очень интересный такой диалог между как раз какой-то этой девочкой, я не помню, как её зовут, Судзухара, не Судзухара, не помню. Короче говоря, та которая... Гахара, сокращенно Гахара. А, Гахара. Её там так и называют потом Гахарачем. Понял. И, соответственно, между Арарарарарарарарарарарагикуном, между ними диалог там потрясающий просто, под ночным небом там, где они валяются, он абсолютно пустой, абсолютно ни о чём, но блин, я не знаю, он такой, он такой клёвый просто. Вот мне, вот опять же, я готов часами просто говорить о том, какие клёвые диалоги в Покимонагатаре, а они реально ни о чем, а в то же время обо всем. Они, блин, они реально живые, они реально клевые. И вот то, как заканчивается первый сезон, это реально круто. Мне очень понравилось. Правда, вот то, что вот как во втором сезоне Низи Манагатари сместили немножко вот такой вот акцент самого сериала. Если в первом сезоне они еще немножко так это с фан-сервисом знали грань, то в Низи Манагатари у них просто все катушки просто слетели и стали просто пичкать жопами, письками и всеми прочим. Просто в любой сцене в каждый кадр в громадных количествах. И поэтому там вот этот момент с диалогами он немножко проседал. В том плане то, что на него меньше внимания как бы обращаешь по понятным причинам. Хотя там диалоги, насколько я помню по крайней мере Низи Манагатари, я давно-давно пытался посмотреть, так и не посмотрел, кстати говоря, до конца. Но диалоги там вроде были тоже на уровне такие. Там все нормально было. Ты досмотрел, да, какая-то эпичная сцена с чисткой зубов-то, нет? По-моему, нет. Ну, блин, она отделает весь сезон. А, я тебя понял, я тебя понял. Я, знаешь, я там досмотрел до серии, там, я насколько помню, там типа по аркам делится вот этот сериал, там планетская серия на каждую тянь, грубо говоря. Да. И я последнюю арку, которую смотрел, это со спортивной тянночкой. Вот как раз моя самая любимая. Блин, я не знаю почему, но я почему-то обожаю спортивных тян. Ну, копа идей в этой арке и должна быть. Да. Вроде бы. Хотя, может быть, уже... Наверное, да, все зайти, наверное, в следующие уже, когда вторую сестру объясняют, показывают. Да смотри, короче, советую. А третий сезон, который, как бы второй сезон, да, этот Моногатари серия Second Season, он вот в духе первого сезона. То есть там много диалогов, там много интересных тайн каких-то, вот это опять всякие там фигни. Еще больше персонажей раскрывают. И не как фан-сервисных таких, а прямо круто-круто раскрывают. Блин, здорово, здорово. Ну, потому что, правда, в Низи Моногатари... Я люблю фан-сервис, очень люблю, но, блин, в Низи Моногатари его реально очень много. Особенно учитывая специфику этого сериала, я особенно учитываю то, чем мне понравился сериал. Понравился он мне диалогами, но я про Баки Моногатари соответственно. И поэтому в Низи Моногатари прям, блядь, я не знаю, было расчинование для меня очень-очень сильное. В этом отношении. Ну, в общем, да, я, наверное, еще раз попробую посмотреть, может быть... Они там, да, они сейчас еще выпускают эти «Авашки». Очень клевые, кстати, да. Вот про «Канбару» вышла, которая с рукой перевязана, и ее немножко еще больше раскрыли, потому что в самой аниме-то там не особо ее раскрывают. Здесь «Авашка» прямо отдельно про нее вышла. Клевая. И еще один персонаж появился, ты до него, наверное, не дошел. Такая девочка тоже Лоли с зелеными волосами, с зелеными глазами, со смешной шапочкой такой, как узелок такой оранжевый. И еще хозяйка есть, очень похожая на «Ня смерть» мою. Не, не видел, не видел. Она как раз в Низи Моногатари появляется в конце. Вот про нее тоже «Авашка» чум. Тоже неплохая. Ребята, ребята, дорогие зрители, помогите, пожалуйста, выбрать. Смотрите, есть два варианта. Два варианта. Есть два стула. Простите. Есть два варианта. Значит, вот такая вот правая рука у нашего дяди Володи из «Экслибриума». И есть вот такая вот рука из «Экслибриума» дяди Володи. Еще раз. Первый вариант. Второй вариант. Первый вариант. Второй вариант. Пожалуйста, помогите выбрать, какой из этих вариантов на ваше личное мнение, по вашему личному мнению, смотрится лучше, выигрышнее и прочее. Хотя, не знаю, мне все-таки первый вариант, наверное, больше нравится. Он все-таки как-то поцельнее, что ли, воспринимается как рука. Вторая – это просто на беремождении линия какая-то. А первый, вроде, почище. О, вау, 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 какая борьба. Прям не на жизнь, а на смерть. Прям ноздря к ноздре идут. Так, давайте подсчитаем. Так, за первый вариант проголосовало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь человек. Так, за второй вариант проголосовало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать человек. Вот оно даже как. Хм. Прям вот хрен знает. Может быть, какой-то синтез попробую сделать между этими вариантами. Потому что, да, я согласен, второй он подинамичнее, но первое им поубедительнее. Это мы сделаем вот так. Короче, вот, вот такого франкенштейна сделаю. Смесь из двух вариантов. Смесь из двух вариантов. Смесь из двух вариантов. Смесь из двух вариантов. сериал. Это тоже был какой-то Гатария. Он выходил, по-моему, после Низимана Гатария или параллельно Низимана Гатария. Там тоже какой-то Гатария. Вроде как из этой же вселенной, только вроде то ли по сказке, то ли из далекого прошлого какая-то история. Катана Гатария? Да, кажется, да. Но никак не связано с этими с этой вселенной вообще. По-моему, даже студия другая делала. А, просто название похоже. Я его смотрел, да, оно неплохое. Даже очень хорошее, наверное, можно сказать. Там необычная рисовка, и да, оно было насносное. Причем хорошо, что оно уже вышло, потому что они выпускали их, по-моему, сорокаминутными сериями чуть ли не раз в полгода. Да, кстати, я говорю. Учительного было ждать, поэтому сейчас самое то и посмотреть, когда все вышло. Да, да, я тоже помню. То, что именно это меня, кстати говоря, и остановило. О, Хика вернулась. Так, сейчас. Перезвоним. Услышим ли мы сегодня хиква? Блин, аватарочки у вас очень здоровские. Я прям смотрю, у меня прям метр зашкаливает прям. Сейчас кину в коробочку, что я вижу. Если бы они стояли наоборот, то получалось бы, что Хика ест яблоко, а фор не завидует, если слюни пускаются. Кстати, да, 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 реально, сюжетик так утром выстроился бы. Так, пойду-ка я чутка себе чая свяжу. Сейчас вернусь. Вот так. Вот. Единственной? Я? Я не знаю, я не знаю. У нее ничего страшного. Я не знаю, что это actors он. Вот так бывает. Продолжение следует... 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 Нагуглите сейчас Ведьма Салли И увидите, почему я выбрала Объект фан-арта Именно Я тут вспомнил, что Я тоже делал фан-арт Вы не поверите, на пчелку Майю Из пластилина В детстве совсем, когда был маленький Я точно ходил в садик, когда смотрел Я еще совсем мелкий был И эту пчелку Майю показывал Какие-то первые сезоны Их там повторяли несколько раз потом Но первый раз я смотрел вообще еще мелкие Даже в школу, например И эту пчелку Майю потом лепил из пластилина Это я точно помню Это настолько вырезалось в меня в памяти Ой, блин Да, носталью Да, я пчелку Майю тоже Очень любил Отличный сериал был Не осознавал, что это аниме Совершенно Мультика А еще это, знаете, вот тоже Из разряда мультиков Которые воспринимаются в мультике Как мультик А мы даже не подразумевали То, что это аниме Это помните Как же там Блин Вылетела из головы цифра Что-то там вокруг света За столько-то дней Помните там еще Лев был главным героем С животными Да, да, да Я смотрела Я что-то не помню Там был, по-моему, лев и кот Да он выглядел как европейский мультик По-моему М-м-м-м Так М-м-м-м М-м-м-м Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Да, Кэнди Кэнди, я тоже помню. О боже мой, когда бы это было, господи. Еще у меня очень яркое детское вспоминание. Это связано с роботеком. Мне он не понравился. Мне понравился. Еще было по телевизору, у нас показывали аниме про какую-то девочку, живущую в холмах. Я еще такого не помню. Ее там в какой-то один дождливый, очень угрюмый день мама отвезла к дедушке в горы, чтобы она там жила. И она встретила там какую-то аристократического вида девочку, которая была в инвалидной коляске или кресле. Она с ней сдружилась, и у них там какие-то приключения были. Это все очень... И помимо этого, мне очень впечатлило аниме про... Это первое спортивное аниме, которое я видел в своей жизни. Там очень ретро-рисовка была, но главный герой пытался стать фехтовальщиком. Аниме про спорт, на котором фехтуют вот этими проволопалками, я не знаю, как назвать. В таких белых костюмах, с защитными этими на лицо. И вот полностью аниме про это, как парень хотел стать велик. Блин, скайп вообще жесть, просто жесть. Скайп вообще дизреспект, слайк. Пиздец, просто пиздец. Мы поняли, в принципе, что Хика нам рассказывала, но как, блин, по телеграфу это все там точка-точка. Да-да-да-да-да-да-да. Роботек там, по-моему, это прежде чем Macros Friends. Ну, на самом деле, Роботек это очень хитрый ход американцами сделанный. Они взяли три сериала, абсолютно друг с другом не связаны. Единственное, что их объединяло, это то, что они были про роботов. И они их склеили в один сериал. Это, они взяли японский Macros, взяли еще два каких-то сериала, названия которых я уже не помню, к сожалению. И они из них склеили, слепили роботек. Вот первая половина роботека, это частично Macros показаны. А оставшаяся половина роботека, это уже совершенно другие сериалы, порезанные. Ну, какая-то такая штука. У нас вроде целиком показали. Ну, в смысле, роботека я имею ввиду. Ну, круто, наверное. Macros, ты вроде как ляло, по сюжету был. Ой, знаешь, когда мне было, ну, когда он шел, мне было годков, дай бог, пять-шесть. Я тогда просто дико писался кипятком вообще в восторгах просто от этого сериала. Он реально очень круто воспринимался. Но я лет пять, шесть, семь, ну, где-то так назад сделал ошибку. Я решил пересмотреть Macros уже с будущего, ну, будущего в осознанном возрасте. Это была моя ошибка. Это нельзя так делать, просто нельзя. Нельзя смотреть детские сериалы, которые смотрел в детстве, которые тебе нравились в детстве, в осознанном возрасте. Просто нельзя так поступать. В общем, я, короче говоря, испоганил себе весь Macros в своем представлении. Это омерзительно сделанный сериал с ужасным сюжетом, с ужасными, тупыми, глупыми персонажами, с потрясающе кошмарной анимацией. Просто она просто кошмарная. Я не знаю, понимаешь, там, я не знаю, у создателей не было, настолько не было денег, то, что у них порой персонажи, они смотрели, ну, мало того, что в разные стороны, потому что там вообще не следили, куда они смотрят, в принципе, эти персонажи. Порой глаза просто-напросто заливали полностью черной краской. Причем, я тебе больше скажу, заливали черной краской в рамках одной сцены. Я даже больше скажу, в рамках одной ёбаной секвенции. То бишь, там, допустим, зум идет там на лицо главной героини, и она моргает, и вот пока она моргает, вот там четыре, дай бог, кадрика вот есть, в двух из этих кадриков глаз полностью черный. В двух оставшихся он нормальный. Причем, вот тогда, когда он полностью черный, это не закрытый глаз, это вот открытый. И, короче говоря, когда ты смотришь на это, вот, когда оно еще таким крупным планом показывается, мне просто очень запомнился этот эпизод, оно там повсеместно встречается, но вот это вот самый-самый такой яркий эпизод с таким вот фейлом, вот касаемый глаз. И просто пипец. Это реально кошмарная анимация, просто кошмарная. Денег у ребят вообще не было. Ну, как вот, не знаю, как-то оно целую серию породило. Да-да-да-да, но все-таки здесь стоит помнить то, что Макрос, он когда там выходил, 82-й год, кажется. А с одной стороны, это вот время, когда, в принципе, такие вещи еще могут впечатлить, особенно если ты маленький ребенок. Я, например, там, когда в 90-е смотрел, я вот опять же повторюсь, и отписывался в штаны просто в восторг, как оно было нереально круто. Потому что там были просто роботы, а роботы это круто. Вот, и поэтому я думаю, что дети 80-х тоже абсолютно аналогичным образом писались кипятком, и было как бы нормально. С другой стороны, вспоминаю то, что в 82-м году вышел совершенно потрясающий полнометражный фильм «Космический пират Кобра». Обожаю этот фильм, я его обожаю до сих пор, я его люблю пересматривать иногда, по сей день. Я его очень сильно люблю. И он выполнен на совершенно потрясающем таком качестве. Просто реально такая там работа на десятилетия. Даже не то, что на года, а на десятилетия. Она очень здорово воспринимается. Поэтому от мысли, что в этом же году вышел вот этот омерзительный макрос, и в этом же году вышла потрясающая Кобра, прям в голове не умещается. Ну хотя, с другой стороны, понимаешь, что, блин, одно сериал, а другое дело полнометражный фильм. Да, они там, мне кажется, тогда и все сериалы так и снимали. Этот что-то как-то зачитался на Википедии про эти всякие роботы-анимешки, кто откуда заимствовал, кто там кем вдохновлялся. Ну там иногда проскакивают названия тайтла. Древних каких-то. Я такой, ради прикола, на YouTube иду посмотреть, ну-ка, хоть что за хрень. Там такой ад просто, физического, не знаю, слов нет матерных. И рисовка убогая, и дизайн убогий, и еще что-то. Наш таких, короче, от спичечных коробков какие-то роботы, какие-то там гигантские из планеты вылезают, куда-то летят, все это под какого-нибудь хаихо японское. Смотришь на это, как это кого-то могло впечатлить. Но там реально 70-80-е годы, понимаешь все-таки, да, что тогда это было что-то прорывное. Понимаешь, с макросом то же самое. Я когда досмотрел вот этот ужаснейший просто оригинальный макрос 82-го года, я был в шоке. Я был просто, вот я глубоко был ранен, понимаешь, эстетически ранен. Просто во мне все чувства прекрасного просто втоптали в грязь, понимаешь? Вот серьезно. Настолько сокрушающие чувства порождает этот сериал. И я поверить не мог, что этот макрос породил целую сагу, целую серию, столько было затем сиквелов порождено. И все это началось вот с этого. Но затем, вот после того, как я досмотрел этот оригинальный макрос, я сел посмотреть полметражный фильм, который вышел аккурат после сериала, где-то в году, я, честно говоря, уже не помню, может быть 85-й, может быть 86-й, я не знаю. В общем, он представлял из себя краткую компиляцию, выдержку сюжета из оригинального макроса и плюс альтернативная концовка. Полметражник назывался «Макрос, дуй, ремембер, лав». Помнишь ли ты, любовь? И, блин, Арс, вот тут меня унесло. Совершенно магическая вещь. Вот после, понимаешь, вот этот вот омерзительный, оригинальный макрос, вот его стоило перетерпеть ради того, чтобы посмотреть потом вот этот потрясающий фильм «Дуй, ремембер, лав». Он с такой любовью сделан. Там потрясающе буквально всё. Там классный сюжет, там классные постановки, там классные сцены, там классные пейзажи, там классная музыка, там классные персонажи, там убранные азиатические сцены. А их было очень много в оригинальном макросе, которые присутствовали в оригинальном сериале, их вырезали. И всё вот как раз-таки скомкали до необходимого вот такого количества, до необходимой такой вот кондиции, чтобы оно воспринималось очень подобающим таким вот образом. Фильм просто потрясающий. Если не смотрел, очень советую посмотреть. Надо, надо, да. Потому что я решил так познакомиться поплотнее с этой серией. Ну, помнишь, я тут хвастался, что я посмотрел «Макрос Плюс»? Да, да. Ты, кстати, не пробовал, не смотрел? Я что-то не, я его скачал, но я собираюсь попробовать. Да, 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 он такой, предотеча как бы, «Би-Бом» он всё клёвый. И что-то я тут решил даже пересмотреть «Макрос Фронтир», который я до этого смотрел за «Поем», за последний сериал, который был. Да, 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 помню. Он клёвый, он клёвый, кстати. Он цепляет музыкой, каким-то сюжетом таким. И там между ними ещё несколько сериалов, по-моему, два или три. Один из них был очень сомнительный, это «Макрос 7», я помню. Он очень длинный, там 40 серий, по-моему, было. И он очень спорный. Очень спорные были у него реакции стороны аудитории. Его по-разному принимали. Кому-то он очень нравился, кому-то прям плевался просто от каждой серии. Ну вот, надо почитать, что там успешно, что неуспешно, и посмотреть, может быть. Хотя, блин, я англоинге-то всё никак не могу посмотреть, я уж как будто лодизну смотреть. Хотя бывает, и засмотришься. Ты знаешь, тут оно по-разному бывает. Всё-таки, ну, ты знаешь, что когда делают вещь качественно, реально качественно, она, знаешь, она вне времени существует. Её даже если пересматриваешь 20 лет спустя или 30 лет спустя, она всё равно смотрится. Потому что в неё вложили очень много усилий, денег и всё прочее. И она чувствуется. Вот Do You Remember Love, вот как раз-таки вот из этих вот вещей, она не устаревает. Там есть, конечно, такие ностальгические моменты, ну, куда же без них, да? Там характерная языковая вот эта вот библиотека, которая использовалась в аниме в конце 80-х, начало 90-х. Характерная стилистика, там, ну и прочие-прочие разные такие вот нюансы, которые вот характерны именно для этого времени. Но на каком качественном уровне оно было сделано? Оно потрясающе выглядит. По крайней мере, когда я смотрел, опять же повторюсь, 7 лет назад, я просто её слюнями обтёк, когда глядел. Я, тем более, ещё очень большой любитель старой стилистики, вот именно вот этой стилизации. Оно здесь вот реально очень качественно сделано было. И, в общем, смотрится очень-очень бодренько. А, во, я вспомнил, кстати, какой ещё сериал был неплохой. Macro Zero, во. По-моему, 2002 или 2003 года. Да, да, да. Что-то я видел из него АМВшки очень клёвые. То, что там эти все Валькирии летают, эти истребители всякие клёвые. Всё так, всё так. По поводу старых анимешек, я когда убедился, что они бывают клёвые, это когда вот это вот Daybuster смотрел. Ну, не Daybuster, а Gunbuster первый. Да, 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 да. Который Гайнаксовский, там, чуть ли не один из первых самых мультур. Вот это как раз-таки тоже вот из той же Крии, когда вещь выполнена качественно, да, и на века. Тут реально, на десятилетие. Вот Ирна Барлаф, мне кажется, тоже из этого уже пошли. Ну, у них там Гайнаксовская проблема всплыла, как обычно, к концу СИЗО, сериала, у них кончились деньги. Как с Евангелионом, у них кончились деньги, они начали слайд-шоу показывать в последних сериях. То же самое в Gunbuster было. Они просто чёрно-белую серию сделали, и половина серии тоже слайд-шоу. Но сюжет не страдает от этого, он, наоборот, даже приобретает некоторую такую драматичность. Но, по-первых, ты такой, блядь, какого херма чёрно-белого? Может, я ещё такой запаниковал, думаю, у меня чё, ну, этот монитор сломался. Такой пощёлкал, да нет, вроде цвет есть. На самом деле, это извечная проблема Хидея Океана, то, что он не может уложиться в бюджет. Это было в Gunbuster, это было в Евангелионе, это было в Каракане, это было во всех, во всех его работах. И это стало его такой даже авторской фишкой. То, что, вот понимаешь, вот этот вот талант нужно иметь, когда ты из бага можешь сделать фичу. Вот для Хидея Океана изначально это был баг, то, что он не мог уложиться в бюджет. Это проблема реально. Но, тем не менее, он вот так выковыривался из этой ситуации, то, что оно стало его мало то, что авторским почерком. Оно стало ещё, ну, было даже очень позитивно воспринято определённой частью аудитории. То бишь, в этом находилось даже какое-то особое авторское видение ту или иную сцену, да, вот это заключение, соответственно, там, сериала. Поэтому, когда выходил Каракана, точнее, когда он вышел, я его смотрел уже после того, как я ознакомился с Евангелионом, ещё там с парой работ Хидея Океана, я уже знал, то, что у него была такая штука, но мне она, к себе говоря, нравилась. Я был вот из тех, кто оценил это как фичу, скорее. Вот, когда я смотрел Каракана, и когда я увидел там абсолютно точно такую же ситуацию, я прям распылся в улыбке, и у меня прям по сердцу растеклось прям такое тёплое ностальгическое чувство. То, что где-то я это уже видел, и это здорово. Чё-то там не слышно ничего про четвёртый ребилд, что он там делал. Чё-то они, да, приписюнились немножко после третьего ребилда, и я не удивлён, почему они приписюнились. Ну, слушай, в Японии я это чё-то посмотрел, ролик многим и понравилось, и бюджет был этот, ну, кассу-то они сняли с него. Ну, понимаешь, мне кажется, это, знаешь, это вот как вот, ну, как для нас и для американцев, вот, выход GTA, например, да, вот то же самое, мне кажется, для японцев выход Евангелиона. Тобишь, это та вещь, на которую все пойдут, на которую все посмотрят, а вот хорошая она или плохая, это уже вопрос второй. Другое дело то, что GTA никогда плохой не была, а Евангелион, как показала практика, всё-таки плохим может быть. Ну, знаешь, с чем сравнено, с «Озвёздными водами»? Да, кстати, да, я вот тоже сейчас об этом подумал, да, 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 да. Вот сейчас вот седьмой эпизод вот выходит, какой он будет? Да говно, скорее всего, он будет по-хорошему-то. Ну, по крайней мере, все трейлеры об этом прямо вот всячески кричат, то что вот, смотрите, у нас будет постный негр, который не знает, куда метаться, что делать, и вообще у нас будет плохой злодей, там, со всеми делами. Тут даже больше пока не про седьмой, а вот разочарование вот в приквелах настолько они… Особенно после этого мега-разбора от мистера Плинкета, ты понимаешь, что просто, ну, пипец, блин, какие они… как они херово сделаны. Ну, знаешь, вот я по собственным личным ощущениям могу сказать, что мне абсолютно показалась омерзительной первая часть, вот первый эпизод «Звёздных войн». Это абсолютно омерзительный фильм. Серьёзно, в нём ничего хорошего, ну, я здесь покрыл душой, и там, конечно, всё-таки очень здоровские боевые сценки, особенно в конце, особенно подраспевки вот эти вот, да, их… Сценки и гонки, вот всё. Всё остальное, боже мой, всё остальное – это просто Джаджа Бинкс в шестой степени, я не знаю, это просто блюд и пиздец, проще говоря. Второй эпизод, он пытался как-то выправиться, но за счёт того, что Лукас совершенно не тянет романтику, где он пытался, он пытался во втором эпизоде это показать, но у него это настолько плоско, настолько это идиотично, настолько наивно всё это получается, что ты смотришь на это как то ли на какую-то попытку сделать детский фильм о любви, то ли попытку какую-то просто, мы когда вот идиота просто посадили, да, вот, снять что-то про любовь. Вот у него там что-то получилось и получилось что-то идиотическое, как следствие. Вот тут вот такая ситуация. И шикарный, не побоюсь этого слова, третий эпизод, кстати, мне вот третий эпизод очень-очень понравился и вкатил просто шикарно, особенно на фоне предыдущих Омерзительных двух, ну точнее Омерзительного первого и плохого второго. Третий был реально очень хорошим фильмом. Он был интересным, там было много эффектных сцен, там не было Джаджа Бингса, и в общем там было всё хорошо, всё хорошо. Там даже драма и романтика, которая там присутствовала, она, опять же, очень плохо у Лукаса получается, очень-очень-очень плохо, она очень натянутая, очень плоская, опять же, повторюсь. Не, они когда начинают разговаривать друг с другом, там просто пипец. Да-да-да. Желание промотать, типа давайте уже что-нибудь там экшен. Серьёзно, вот если вслушаешься в то, что они говорят, как они говорят, понимаешь, вот и обычные люди так вообще в принципе не говорят, вот в принципе вообще. Там Лукас пытался какие-то очень-очень сложные конструкции предложений состроить, чтобы они, знаешь, такие пируэты слов, вот чтобы зритель слушал бы, слушал бы это как поэзию такую, да, вот так вот они вот изъяснялись друг другу в любви. У него это не получилось, у него это получилось некрасиво, у него это получилось глупо. И в третьей части оно присутствует, но присутствует в куда меньшей степени, чем у ФТВ, опять же, это достоинство скорее, чем недостаток. Вот и в общем, третий эпизод, я вот при всём при этом, да, при всех вот недостатках, в принципе, всех этих приквелов, мне он нравится, это хороший фильм, я получил от него большое удовольствие, это было здорово. Ну, блин, да, то, что Лукас так... Знаешь, он мне тоже нравился до обзора, вот это вот. Я, ну, я, знаешь, так вот, как бы, а что мне в нём нравится, задумаешься. Ну, сцена, вот этот приказ 66, хотя он тупой. Да. Откуда он взялся, что это за приказ, но когда выпили вот джедаев в этой сцене, он, да, ну, прям за душу берёт, там, предательство, все дела. Потом, ну, вообще, боевая сцена, там, на всяких планетах, там, в начале клёвая сцена боевая, там, в мечах они клёво сражаются. Угу. Ну, вот, и, как бы, ну, куча новых дизайнов, куча новых кораблей, вот это тебе и нравится, то есть, вот, 3D-шникам дали волю, они там, прям, вот, разошлись не на шутку, сделали кучу всего интересного, но переход на тёмную сторону какой-то мутноватый, как его зарубили одним ударом мутноватый, как он загорел, блин, ну, как-то по-другому не могли это сделать? Я согласен, да, там очень много условностей, вот именно условностей ради сюжета, в том плане, ну, это, знаешь, вот у нас в Бабликс, говорят, тоже порой такое бывает, то, что мы придумываем какой-то, ну, как мы придумываем, там, сценарист придумывает, там, несколько человек, там, придумывает, там, сцену, да, эффектную, да, вот то, что вот этот чувак, вот он должен, там, допустим, перейти в состояние А, затем в состояние Б, и потом с ним происходит действие С. И вот по отдельности, когда рассматриваешь вот это состояние и вот это действие, они крутые. Они реально клёвые. Но проблема в том, то, что их нужно увязать между собой, чтобы они выстраивались в логичную цепочечку. И когда ты это выстраиваешь, у тебя есть несколько вариантов. Либо ты делаешь сверхсложную схему, чтобы оно всё было максимально логично, подробно и максимально, ну, воспринималось, как бы нормально, да, либо ты делаешь, уходишь в условности какие-то, которые немножечко упрощают само представление, вот эти вот промежутки между вот этими событиями и действиями. Но, тем самым, они склеиваются в некую вот общую картинку. Если рассматривать их в целом, то оно воспринимается как бы, ну, так вот, хорошо. Мне кажется, что здесь примерно аналогичная ситуация произошла. Вот у Лукаса были картинки эффектные в голове, но он не мог их увязать между собой. Поэтому вот он узнал то, что вот Энакин должен там вот с отрубленными руками, ногами там валяться возле Убивана Кеноби там и всё такое. А вот как он это сделает? Блин, как же он это сделает, да? И поэтому пришлось вот немножко проглотить вот этот момент. Там получилось, что получилось. Или там, например, так, нужно показать, как Энакин переходит на тёмную сторону силы. Блин, это же так круто! Но как это сделать? Брым! Что-то вроде, вот что-то сделал, да? И в то же время вроде какие-то моменты съелись. Оно вроде воспринимается, вроде ты смотришь вот когда вот без подробного анализа. И ты веришь в это, да? С одной стороны. А с другой стороны, когда вдумываешь, то думаешь, что? Что? Как это вообще могло бы произойти? Вот тут такая штука, мне кажется, произошла. Да, он как раз там, этот чувак, ругался на эту тему, что у Лукаса есть набор этих клипов, так сказать, эффектных. Вот он их налепил, а между ним какими-то вялами, роялем соединил в итоге. Причём настолько там унылые вот эти вот связки, все эти диалоги. Он ещё, для примера, показывает другие фильмы. Даже самое-то главное, он показывает оригинальную тревогию, которую вроде как, ну, там, правда, режиссёры тоже менялись. менялись. Лукас был продюсером и автором сценария. И как? А снимали два последних фильма, другие чуваки. Если посмотреть... А, да, последний фильм снимал другой. Я думал, что там только «Империю» снимают другой чувак, остальные «Лукасы». А может быть, слушай, надо посмотреть, свериться. Но «Империю» точно другой фильм. Да, да, да. Я его тоже помню. Он просто похожую сцену выбирал из оригинальной трилогии, как они сняты были, круто. Там реально они двигаются, камера как-то интересно меняется. И сцена из вот этих его новых прикелов. И там вот этот вот шот, реверс-шот, то есть два героя друг с другом разговаривают. Голова и другая голова с затылка. Потом, когда как бы другой человек разговаривает, тот же самый шот, только отзеркаленный с этими же персонажами. И статичный фон. А в оригинальной трилогии все время камера двигается. Кто-то идет, и все эмоционально происходит. А здесь вот эта вот говорящая голова, скукота. И вот с чем, говорит, разговоры. Сидят на диване. Следующий пример. Сидят на диване, стоят у дивана, стоят у окна. Вообще ноль движения просто говорящего. А в оригинальной трилогии все время кто-то бежит, прыгает. Хан что-то там эмоционально говорит, кидается, швыряется. Кто-то спорит что-то там. Эмоции, эмоции. А здесь такие... Блин, блин, блин. Угу. Да-да-да-да. Так, вот знаешь, вот на самом деле, вот в трилогии приквелов реально создается впечатление, что там вот четкое разделение между сценами, где герои двигаются, и герои должны говорить. Просто знаешь, вот просто вот сцены, где герой один, и герой два встречаются, и они должны поговорить. Я просто помню, правда, там очень много таких статичных реально сценочек с диалогами, где, ну может быть там покажут, может быть там пейзаж, но как правило там просто персонажи смотрят друг на друга, там переговариваются между собой, и ничего в общем-то больше не происходит. Потому что никакой динамики в этой сцене, помимо, ну диалоговой, да, вообще ничего не происходит. Никакой такой нет. Эээ, ну да. Да, есть. Есть какая штука. Да, там это вот все-таки, кстати, вот ревью с примером особо ярко понимаешь, насколько это, блин, все хуже сделали. На самом деле это правда, это очень удивляет то, что, вот казалось бы, казалось бы, да, вот представь, вот ты, Джордж Лукас, ты создал три пиздатых фильма, наверное, которые стали культовыми, просто вообще пипец культовыми. Вот где захотелось снять приколы к ним? Как бы здорово, замечательно, вот у тебя вот громадное количество денег, у тебя просто возможности просто вот по самой крае, я не знаю, может нанять любых актеров, они будут у тебя, они души тебе просто продадут, лишь бы там сыграть в этих приколов. И при этом, при этом, при всем, все те полимеры, которые были таким кропотливым трудом взросшены во время создания первой трилогии, они были тобою прекрасно просраны во время вот этих вот создания вот этих «размещательных» приколов. и это при том, что возможностей куда больше, финансов куда больше было. Там, я помню, когда выходила «Новая надежда», четвертый эпизод, Лукас настолько не уверен был в том, что проект вообще взлетит, то что тогда «Звездные войны» не назывались эпизод четвертый, они назывались просто «Звездные войны». все актеры, которые вот играли там вот на сцене, они все подшучивали над Лукасом, они подшучивали вообще, они не осознавали то, что они снимаются в чем-то серьезном. Они играли, ну не то, что прямо на «отъебись», но они не воспринимали все это всерьез, они просто считали это каким-то очередным бимуви на фантастическую тему. И когда все это вот так вот взошло, это было абсолютно неожиданно, ситуация была. И поэтому вот то, что «Империя» наносит ответ на удар, там вообще другой режиссер, там Лукас выступал в качестве продюсера-стоналиста, это тоже просто, по-моему, просто счастье несказанное в этом отношении. А потом, когда вернули опять кресло джижиссерское усу, это тоже просто что-то с чем-то. Ну там, в этом ревью, чувак, кстати, наглядно объясняет, почему так стало, потому что Лукас постарел, изленился и, типа, он там как-то, типа, говорит, типа, я снимаю, он снимает кино так, чтобы не вставать с пухлого кресла и не откладывать кружку с кофе. То есть он сидит, ленивый такой, мотор. А декорации теперь не строят все зеленый фон, герои не понимают, где они находятся, им говорят, типа, ну мы там потом сделаем сзади тебя крутой фон, ты тут как-нибудь сыграй. Вот они, упершись в зеленую стенку, там сыграли в коротком сети, потому что если делать большую локацию, то режиссеру придется встать со своего кресла и бегать за камерой. А потом он показывает хронику со съемок, со съемочной площадки, Лукас все время сидит в кресле и пьет кофе. Ну, вот так вот. Ну, натор, блин, ну, снял. Я не удивляюсь, почему так скучно абсолютно. Слушай, на самом деле, вот ты вот сейчас рассказал про зеленые экраны, и я сейчас понял, почему диалоговые сцены настолько скучными вышли. Да. Да, потому что, блин, это реально, они не представляли, что вообще происходит в этой сцене. Картинка, она наверняка была позже, гораздо позже, чем вот, ну, сама сцена в сценарии прописана, и эта сцена была сыграна актерами на фоне зеленого экрана. И поэтому, чтобы себе лишних сложностей не создавать, возможно, они и были подобным образом сняты, то бишь, максимально статично, чтобы можно было подложить в случае чего любую картинку, все что угодно. Потому что, если там они начали выебываться с ракурсом и со всем прочим, это совершенно же другая как бы задача. Тем более, когда она не до конца ясна, она практически неуполнимой становится. Они тогда еще выпендривались, типа, что-то как фича, 90 процентов съемок, все на зеленом экране, потом все в компьютерной графике. Ну, вот чем это обернулось. В итоге, чтобы как-то это все... Это чуть позже доработали технологию вот с этим motion capture. Последний эпизод в 2005 году вышел. А вот что-то я не помню, когда вышел вот этот вот «Пираты Карибского моря», вторая часть, где вот эти репродукты бегали. Они тогда впервые применили вот эту вот новую систему захвата движений. Зеленый экран не нужен был. Они могли прям в воде бегать на этой всей фигне, по любой местности. Камеры все равно считывали все датчики и могли там любую съемку подмонтировать под любым угром, с любой тряской. Но на тот момент, видимо, не было такого технологии, поэтому им приходилось чисто вот все на зеленке снимать, потом вырезать. Ну да, да, да. Ну, знаешь, вот мне что-то ревью, в чем оно мне понравилось, оно научило теперь замечать, подмечать некоторые вот такие фишечки в фильмах. Как бы раньше не осознавал, даже внимания не обращал, а сейчас уже будешь обращать, как снимают, как сделано, как диалоги теперь строятся. Я вот сейчас замечаю, что иногда в сериалах даже круче диалог сделан, чем в фильмах. Да, да, да. Очень эмоционально разговаривают друг с другом, как-то так, и играют поживее, может быть, актерам больше воли дают в сериалах. Здесь задрачиваются их на одну сцену, фон на компьютерной сделали, из-за этого никакой эмоциональной привязки к персонажам нет, и как-то все скучно. есть, есть, есть такое. Блин, это все-таки, я в седьмой эпизод вообще не верю. Просто не верю. Я его обязательно посмотрю и буду наверняка в восторге от того, что я там увидел наконец-то любимых героев. Увидел там Хана Соло, увидел Чубакку, увидел Люку Скайуокера, увидел Лею. Правда, выглядит она сейчас как полное дерьмо, но тем не менее, увидел Лею. И всех вот этих вот чуваков, которых я обожал в детстве, я на них буквально молился, я пересматривал эту оригинальную трилогию столько раз, просто невообразимое количество. И я на них вырос, я вырос с этими людьми. И увидев их еще раз, вот в тех вот типажах, вот вместе, для меня это будет, конечно, праздник для души, праздник для меня. Но в остальном, вот как вот фильм, я почему-то больше чем уверен, что там все будет плохо, очень-очень плохо. Ну вот вчера, позавчера в трейлер вышел, я такой раз в пять или семь его посмотрел. И на восьмом, у меня вот, знаешь, вот эта вот картинка I want to believe с летающей тарелкой. Да-да-да. Вот у меня такое вот чувство проскочило, потому что до этого я вообще не видел. Особенно после первого трейлера этот штурмовик. Ага. Только последние кадры, когда Millennium Falcon под каноничную музыку пролетает. Да-да-да-да. Было чувство такое, а-а-а-а. Ну или когда X-Wing летают, вот все. Ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге. А вот здесь вот, когда вот этот, по-моему это люк говорит, голос на люк. Угу, да, это голос люка, да. Что типа вот сила была в моей семье. Почему-то вот именно уже после седьмого-восьмого пересмотра у меня какой-то вот датфил проявился. И вот это вот чувство веры. А вдруг все-таки будет WinRAR. Угу. Вот такой вот, пусть будет так, пожалуйста. Маленькая надежда. Потому что все равно я не верю, что Abrams снимет что-то такое достойное. Какой-нибудь такой Star Trek очередной какой-нибудь такой, не знаю. Стар Трек, в принципе, неплохой получился. Вот эти вот ремейки. Ну, знаешь, по крайней мере там наверняка все будет. В седьмом эпизоде, я имею в виду. По крайней мере там все будет хорошо с диалогом. Я надеюсь, да. Наверное, по крайней мере. Наверное. Лучше лучше, чем у Лукаса. Не, серьезно. Я по крайней мере вот так вот на скидку. Я могу вспомнить вот самые худшие диалоги вот в кино. Вот именно вот такого масштаба ААА формата. Это только вот у Лукаса. Это реально омерзительные диалоги. У остальных что-то даже как-то больше никто и не вспоминается. В общем, все остальные даже если там, ну, сам фильм плохой, все равно этим как-то не отличается. Ну, опять же, вот там ревью. Чувак говорит, что когда Лукас снимал первый фильм, вся съемочная группа, да, там все, они не стали ему что-нибудь сказать в лицо. Ну, типа хуйню какую-то придумал. Он же реально придумал сначала. Гансоло зеленокожий какой-то урод. А Юг – это чувак с башкой роботом. Первоначальный концерт был такой. Ну, заставили это все переделать. Я думаю, его очень много заставляли переделывать на съемочной площадке. А здесь, когда он мега-босс, все реально ссали. Там, конечно, мистер Принкельт, ему просто респектуха. Он на них только вылавливал вот эти вот кадры со съемочной площадки. И он делал стоп-кадры с выражением людей, которые прислуживали этому Лукасу. Там реально страх и ужас. То есть он приходит, говорит какую-то тупую хуйню, и они с такими минами, такими покерфейсами. И мы сделаем это. Господи, какой ужас. Слушай, надо посмотреть все-таки. Посмотрел. Тем более с субтитрами он там Ози нашел с этим. Да, 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 видел, видел. Надо, надо, надо. Больше всего мне понравился стоп-кадр, короче. Это к первой части, когда они пошли в какой-то маленький кинетеатр, где только съемочная площадка, эта группа смотрела то, что у них получилось. И Лукас такой вроде довольный, потом камера смещается, там продюсеры еще кто-то, и у них рожек просто наш. Вот как в говно вступили. Они такие за голову схватились, просто застывшее лицо такое, что мы сняли. Да, 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 да. Блин, даже знаешь, вот после всех вот этих вот наших разговоров по Звездным Войнам, даже захотелось пересмотреть, понимаешь? Весь этот швах, ну, я имею ввиду приколы. Посмотри лучше обзор мистер Плинк. Да, 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 да. Он реально, он интересен даже будет. Вот. Не то, что даже в качестве засирания. Он, на удивление, очень клево все объясняет, когда для себя делаешь кучу выводов просто как нельзя делать. Так как он приводит тут же классные примеры, как нужно было снимать из других фильмов или из оригинальной трилогии. Ты просто начинаешь как на примерах понимать, как вот правильно делать, как можно в комиксе применить или еще в этом. Как нельзя писать диалоги. Даже какой-то образовательной и такую какую-то нагрузку несет. не развлекательную, а образовательную. Ну, я понял, да. Очень много полезного можно почитать. Несмотря на то, что он очень шутливо это все объясняет, приливает. Ну, его голос, кстати говоря, понравился. Он так в нос еще так говорит, а он так особо... А, кстати, к нусалости моментально привыкаешь. Особенно нравится, когда он начинает спускаться в подвал со своим этим скелетом, типа, я тут очередную шлепу опять замер в подвале, я пойду там экзекуцию устраивать. Боже мой. Тут просят, кстати говоря, в чатике написать, что за обзорщик, как его найти и что это вообще за рецензия, о которой мы с тобой говорим. Это американский там какой-то чувак. У него амплуа такого маньяка-убийцы, жертвеста, у которого какой-то страшный дом. И у него еще какие-то мистические способности. И он в Форлу сделает обзор на Звездные войны, иногда прерывается на какие-то сатанинские вещи. А ты прикинь, если это на самом деле так. Вот мы все лол-лол, вот он прикидывается там сатанистом, там взял в заложники шлюх, лололол, а на самом деле там бац. И правда. Между прочим, кстати говоря, да, мы уже пятый час стримим. Давай потихоньку, наверное, закругляться, я так думаю. Угу. Это что-то да, заговорились мы с тобой. Блин, ссылка вчера кидал, сейчас найду. Сейчас не гуглил, хочу. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ставая штучнаяv mentee! Эллайн своего Jerry Gr inhabits DimaTorzok. Ну ка. А, нет это не Ютуб, это ВКонтакте. Точно, ВКонтакте с Упитрами так. Ну, сейчас как-нибудь закинул тут лобом. Еще тут, блин, превращает HCPTPS в смайлик. Где он скинул? Скинул вообще. Это какая-то там очередная из частей. Тут на части порезан этот обзор. Но вот вы перейдите в этот паблик Red Letter Media, и там в списке видео найдете все части с первой по третью. Каждый фильм на три части разделен обзор. Каждый фильм на три части? То есть там получается 9 частей, что ли? Да, 9 роликов. Охренеть. Каждый ролик где-то по полчаса идет. Офигеть. Его можно как сериал смотреть. Он прям разделяется на такие эпизоды. В конце каждого эпизода там что-то происходит. в подвале или еще где-нибудь. Такой сюжет в сюжете, да? Да, я говорю, фильм в фильме, реально. Он там сидит, ему там кто-нибудь звонит, он трубку не может положить жирными руками или еще что-нибудь такое. Заметно, занетно. Так, ну ладно, давай закругляться, наверное. Все, пора. Пора, 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 пора. Дорогие зрители и слушатели, сегодня с вами были в правом верхнем углу Арсеникс. Йоу, всем пока. В левом нижнем углу я так думаю, Хика уже, наверное, с концами отвалилась. А, нет, еще-еще с нами. Там Геннадь и Бурашка. Хик, ты слышишь, не слышишь? Можешь попрощаться? Не можешь? Так, понятно. Видимо, там у нас со скайпом еще одна беда приключилась. В общем, в левом нижнем углу Хикару, в левом верхнем углу соответственно и Апекс Милк. Мы с вами, ребята, прощаемся. Следите за анонсами в нашем фабрике, следите за анонсами на нашем канале на Ютубе, собственно, там, где вы сейчас вот находитесь. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое прочее. До следующих встреч. Всем спокойной ночи. Так, 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 так.